В конце 20-х большинство господ в Париже. Около 10 тысяч русских работали на заводах Renault и Citroёn. Ваш дед русский дворянин и князь работает таксистом в Париже. Они жили бедно. Зато лучше дела идут у дочери Куприна Ксении, которую семья и друзья знают как киса. У нас было очень много богатства, много земель. Она становится знаменем белой эмиграции. Существует несколько версий того, кто непосредственно участвовал в похищении Кутепова. Его потом убили и выбросили с самолёта над Испанией. У нас была такая свобода, что даже свобода нас завидовала. Галина Кузнецова начинает жить вместе с Иваном Буниным и его женой. Кузнецова была в первую очередь для Бунина музой. Я не очень понимаю, что это значит. Сейчас я вам расскажу. Впервые со времени учреждения Нобелевской премии вы присудили её изгнаннику. Смотрите, вы русские, там тоже русские. Но мы францовы. Главный раскол внутри эмиграции происходит 22 июня 1941 года. Среди русской интеллигенции было и ощущение, что Германия могла каким-то образом освободить Россию. На освобождённых территориях устраиваются чистки. Всех сажают или стреляют на месте, или увозят в ГУЛАГ. Он присылает Алексею Толстому открытку со словами «Хочу домой». Меня там никто не ждёт. У меня там никого уже нету. Привет, друзья! Вот мы и добрались до главного и самого знаменитого центра русской эмиграции первой волны – белой эмиграции, как её не вполне правильно называют сегодня. Это третья серия нашего выпуска, посвящённого героям и антигероям этой волны эмиграции. Чтобы быть в курсе всех сюжетных линий, обязательно посмотрите первые две серии, где мы рассказывали о том, как эти люди попали в Париж, что происходило в других центрах белой эмиграции. Ссылки здесь и в описании. Наверняка вы помните знаменитую сцену из «Булгаковского собачьего сердца», когда Преображенский говорит Шарикову «Если вам угодно, я буду называть вас господин Шариков». А тот ему в ответ говорит «Я не господин, господа все в Париже». Эта фраза была насмешкой Булгакова над резко негативным буржуазным оттенком, которым в те времена уже наделяли обращение «господа» в Советском Союзе, где все были, как известно, товарищами и гражданами. Так вот, уже в конце 20-х не все, но большинство господ действительно в Париже. Знаменитый русский певец и актёр Александр Вертинский, который тоже уезжал из России после революции и прожил здесь, в Париже, почти десять лет перед тем, как вернуться в СССР, писал, что в этом колоссальном городе русские мигранты растворялись как капли в море и через год уже чувствовали себя настоящими парижанами. Насчёт настоящих парижан мы скоро увидим, что это сильное преувеличение. Это желаемое за действительное. Но ассимилироваться здесь тогда образованным русским действительно попроще, чем в той же Германии или тем более в Турции, потому что образованные люди тогда, как правило, в России знали французский. Он был языком международного общения, как сейчас английский. И в целом у Российской империи и Франции долго была история отношений, которая к тому моменту закреплена ещё военным союзом в Первой мировой. Поэтому Франция поддерживает белых и принимает их и в оккупированном Галлиполе, о котором мы уже рассказывали, и здесь, у себя, в столице. Тут надо пояснить, почему Франция быстро становится лидером по числу иммигрантов из всех стран, в том числе из России в те годы. Её даже называют Соединёнными Штатами Европы. Дело тут, как обычно, исключительно в экономике. И причина та же, что, помните, я рассказывал в Сербии – огромные потери в ходе Первой мировой войны. Больше миллиона французов погибло. И всё это, как правило, были молодые и здоровые мужчины. И для восстановления экономики, для производства Франции крайне необходимы новые рабочие руки. Правительство активно привлекает в страну трудовых мигрантов. Уже знакомый нам Фритьёв Нансен, придумавший для русских иммигрантов паспорт, помните, я рассказывал. Вот он в 23-м году с трибуны Лиги наций заявляет… Можно утверждать, что все русские беженцы могут найти во Франции оплачиваемую работу. И во многом Нансен прав. Вопрос – какую именно работу найдут иммигранты? Мой дед был очень молод, когда переехал. Ему было всего 20 лет. И когда он прибыл в Париж, первая работа, которую он смог найти, чтобы просто выжить – это покраска Эйфелевой башни. Он был одним из маляров, которые в течение нескольких месяцев перекрашивали Эйфелеву башню. Для приехавшего в Париж иностранца башня была безусловным символом. В основном же иммигранты работали тут в шахтах, в промышленности. Многие из них работали на предприятиях, расположенных в пригородах столицы. Многие – в автомобильной отрасли. Около 10 тысяч русских, что все-таки немало, работали на заводах Рено и Ситроен. Это коммуна в западном пригороде Парижа – Булонь-Биянкур. В 20-х здесь живёт так много русских, что его называют «Биянкурском». Помните, как в Берлине Шарлоттенбург назвали Шарлоттенградом? А всё потому, что именно здесь находятся автомобильные заводы Ситроен и Рено, на которых работают несколько тысяч русских. Вот это белое здание. Сейчас здесь общественное пространство, фонтанчики. А раньше это была главная проходная завода Рено. Рено было написано на том фронтоне, где сейчас «Свобода, равенство, братство» и сохранились фотографии, где сотни людей, из них многие, конечно, русские, приходят к этой проходной или выходят с этой проходной. Писательница Нина Берберова, которая тоже живёт в Биянкуре, в Биянкурске, вспоминает… Гудит заводской гудок. 25 тысяч рабочих текут через широкие железные ворота на площадь. Каждый четвёртый – чин белой армии. Воинская выправка и сковерканные работой кисти рук. На работу русские нередко прибывают едва ли не целыми армейскими подразделениями. Помните, что среди иммигрантов много военнослужащих и простых солдат тоже, кстати, немало. Когда французский репортер Жорж Суарес приезжает в Биянкур писать репортаж о русских иммигрантах для «Лепти Журнал», он удивляется прямым честным взглядом и атлетичности русских. Вполне себе французская характеристика. И ещё он добавляет, что они выглядят горделиво, в бедности и труде сохраняют утончённость. Им платили по тарифам зарплаты рабочих, которые не слишком-то и отличались от зарплат французов. Но очевидно, что это было очень-очень скромное вознаграждение. Но эта зарплата в любом случае позволяла снять жильё и прокормить себя. Нужно также учитывать, что в то время Париж был более доступным. Сейчас всё не так. Сегодня, чтобы жить в Париже, нужно действительно хорошо зарабатывать, потому что это крайне дорогой город. В то время всё было по-другому. Помните, я уже говорил в предыдущих сериях, что, конечно, кому-то из иммигрантов повезло, и они работали в офисах белыми воротничками, но большинство из них, независимо от былого статуса, работают кем придётся. В том числе и официантами, швиями, метродотелями, мойщиками окон и так далее. Аристократами здесь, в Париже, считаются водители такси. К 30-му году русских таксистов в Париже примерно три-четыре тысячи. И вот этот образ русского таксиста, бывшего князя, становится здесь городским мифом. Писательница Анаиса Нин вспоминает, что все тогда в городе знали, что каждый таксист – в прошлом русский князь, который жил во дворце и сам имел шофёров. Она вспоминает также, что эти люди много плакали и рассказывали свои истории с такой чистотой, что им никто уже не верил. Я так много знаю русских и французов в русской эмиграции, которые себя считают князьями или графами и так далее, которые совсем не графы и ничем. Я очень с этим осторожнее считаю, я предпочу быть просто Александром Борисовичем Желаком. Оба дедушки были морские офицеры. И в конце 20-го года с Эврангелем они покидают Крым и попали в Константинополь. Дедушка Григоренко, он приехал в Париж в начале 25-го года. Он работал на вокзале, перевозил багажи и так далее. После этого он стал… То есть насильщиком? Насильщиком, так точно. После этого он был водитель такси. То есть ваш дед – это как раз та история, когда русский дворянин и князь работают таксистом в Париже? Да, да, да. Огромное количество русских в Париже действительно работали таксистами. И они отличались тем, что большинство из них работали ночью, а они не работали днем. Ну и понятное дело, работая ночью, они сталкивались со всем развлекающимся светским обществом. Они встречали людей, выходящих с вечеринок. И этим людям хотелось послушать их необычные истории. Когда в два часа ночи, после того, как пропустил пять-шесть бокалов виски, встречаешь таксиста с очень сильным русским акцентом, хочется услышать его историю. Конечно, мы понимаем, для чего на самом деле русские рассказывали эти слезливые истории про своё дворянское прошлое, даже если никакими дворянами они не были. Чтобы получать больше чаевых и просто разнообразить разговор. Потому что на самом деле парижанам русские таксисты нравятся. Поняв, что они востребованы, русские таксисты начинают подчёркивать, что они русские, рисуют эмблему с медведем на машинах. Мы в этом выпуске часто натыкаемся на параллели с нашими днями. Видите, тут обратная ситуация. Сейчас русские в Европе не особо любят показывать, что они русские, а тогда вот наоборот. И в итоге русских таксистов во Франции становится так много, что они основывают профсоюзы, профсоюзы русских таксистов. В 1926 году открывается самый крупный из них. Тогда было огромное количество русских профессиональных объединений. У профсоюза таксистов был свой юридический совет. У них была касса взаимопомощи. Оттуда можно было брать кредиты. Им организовывали отпуска на Лазурном берегу. У них было какое-то место отдыха с домиками бунгало, где можно было провести летний отпуск. К слову, стать таксистом было не так уж просто. Нужно было получить, разумеется, лицензию и водительские права. При этом курс в парижской автошколе стоил около 3000 франков. Это на нынешние деньги 2000 долларов. Их ещё заработать нужно. Но с другой стороны, таксист мог зарабатывать где-то 1500 франков в месяц. То есть примерно 1000 долларов на сегодняшний день. Зарплаты фиксов смысла не было. Только то, что он получал на извозе и на чаевых, что не уходило на аренду автомобиля и оплату бензина. Но в целом таксистам на жизнь вполне хватало. Эти люди были свободны. То есть русский, который таксист, он работал, когда хотел, водил, кого хотел. Ему надоело работать, он отдыхал, читал. Пошёл в церковь, побеседовал с знакомыми, с друзьями и так далее. Значит, у него была настоящая свобода. Вот это сабля Дедушкина. Дорогому Василию Аполлоновичу Григоренко Ростиславце. Вот так. И он это пронёс с собой через всю эмиграцию? Вот тот же кортик. Это часто продаётся на актёмных в Париже и во Франции. За храбрость. За храбрость. Потрясающее реликвие. Ваш дед имел титул князя, правильно? Нет. Лубхины – самый такой урод, который известен. Известиванию ему не надо. Титула. Они же уехали из России в Харбин. Да. Потом в Америку. А почему они не остались в Америке? В Америке они не остались, потому что их не приняли, потому что с ними была няня детей. Она была калицей. Когда мне было 5 лет, мы были такого, того же самого роста. И американцы сказали, мы не принимаем, потому что она инвалид. Мы не хотим инвалидов в Америке. Это были такие правила. И вся семья отказалась? Моей бабушке и дедушке решили, мы её не оставим, мы едем дальше во Франции, потому что тут было много родственников. Ничего себе. То есть получается, они из-за гувернантки отказались оставаться в Америке? Отлично, абсолютно. Это совершенно типичный стиль моей семьи. Когда они оказались во Франции, чем они зарабатывали? Это проблема, потому что моему деду никогда не дали право работать во Франции. Они жили бедно или им хватало? Они жили бедно. Вторая важнейшая проблема иммигрантов после денежной – бюрократическая. И здесь во Франции с бюрократией всегда было непросто. С бюрократией всё всегда было хорошо как раз. Правительство, как я уже сказал, благосклонно относилось к приезжающим, но требует скрупулёзно выполнять все формальности. Визы, виды на жительство, разрешения, опостили, дипломы, паспорта. В общем, мало что изменилось с тех пор. Главным защитником русских перед лицом безжалостной французской бюрократии становится человек по имени Василий Маклаков. В шутку, его будут даже называть парижским губернатором. Он приезжает во Францию ещё как посол временного правительства в 1917 году и остаётся единственным признанным здесь российским послом аж до 1924-го, когда Франция признает СССР. Резиденция Маклакова находилась вот здесь, на улице Гремель 79. Это бывшее здание российского посольства. Сейчас здесь резиденция российского посла. До сих пор, видите, триколор висит. Кем был Маклаков в Российской империи? Он был членом государственных дум трёх созывов. Был известным адвокатом. Потом Маклаков вступает в кадетскую партию. Кадеты считают, что стране нужны перемены, но добиваться их нужно реформами, а не революционным насилием. Кстати, даже внутри этой партии Маклаков слыл умеренным и осторожным человеком. После Февральской революции его назначают послом во Франции. Он самый абсолютный франкофил и говорит на французском, как на родном. Он приехал сюда, как я уже сказал, в семнадцатом году. Но самое забавное, когда именно в семнадцатом году приехал, он 8 ноября. Сразу после большевистского переворота. Он даже ещё не знает про большевистский переворот, когда узнаёт от главы французского МИДа Луи Барту. Не воспринимает, конечно, новость эту всерьёз. Уверяет. Вы сами уже можете сказать, что он говорит. Конечно, он говорит, что большевики ненадолго. Скоро всё это закончится. Когда становится понятно, что скоро затягивается, что скоро ничего не закончится, Маклаков настолько не хочет в это верить, что он даже сам едет, как он говорит, окунуться в Россию. В 1919-м и 1920-м он едет на юг России. Это финал Гражданской войны. Он посещает там Деникина, потом посещает Крым и Врангеле. Деникин Маклакова разочаровал. Он сразу понял, что этот человек свою на тот момент уже отступающую деморализованную армию воодушевить не в силах, сказать ему больше нечего. Последнюю надежду он видит во Врангеле. И именно Маклаков сделал так, что де-факто Франция признала именно врангелевское правительство, которое контролировало лишь одну губернию прежней России – российским правительством. Когда в 1924 году Франция признает Советский Союз, Маклакову придётся съехать из этого здания на улице Гренель. Само собой, Франция формально прекращает деятельность белого белогвардейского посольства. По факту его просто переименовали в офис по делам русских беженцев. И именно с помощью этого офиса Маклаков будет и дальше заниматься тем, что он уже и так несколько лет делает – помогать русским эмигрантам. Иван Бунин отправляется из Константинополя в Белград, и там он получает письмо от своей давней знакомой, писательницы Марии Цетлиной, на французский манер – Цетлин, состоятельной женщины, которая эмигрировала со своим мужем ещё в 1919. Он читает «Я буду рада, счастлива пригласить вас к нам. Пожалуйста». Так вот, при этой телеграмме она ещё тысячу франков сделала перевод. Он, конечно, с благодарностью принял это всё. 6 февраля 2020 года он сел на пароход. В Париж он прибыл 28 марта. Представляете, какой был путь долгий, длинный, опасный. А вы не знаете, нужна была виза, вот как сейчас, французская? Безусловно. Безусловно, визы должны были быть. И, конечно, ему помогали в плане виз и вот этих… Были бумаги даже просто, чтобы ему оказывали содействие по пути. Что это важная персона, у него такая вот есть миссия своя. Цетлина встречает Бунина и его гражданскую жену Веру Муромцеву на Леонском вокзале и предлагает им поселиться в своей квартире в этом шикарном доме. Ну, что значит «предлагает»? Не так, чтобы у Бунинах есть выбор. Места там, конечно, достаточно, но Бунин, как человек деликатный, явно чувствует себя не в своей тарелке и стремится съехать как можно скорее. Где-то примерно через два месяца он переезжает всё-таки в отель, но он уже начинает пытаться, он писать ещё не может, но он пытается хоть как-то найти хоть какие-то средства к существованию. Очень быстро начинается довольно бурная общественная жизнь. Создаётся в этом же году союз русских писателей-журналистов в Париже. В 1921-м Бунин выпускает свой знаменитый теперь уже сборник рассказов «Господин из Сан-Франциско». Эта книжка меняет его положение, потому что о ней выходит много отзывов во французской прессе. Пишут, что Бунин – настоящий русский талант, кровоточащий, неровный, вместе с тем мужественный и большой. Кроме того, прожив во Франции два года, Бунин венчается наконец с Верой Муромцевой. Почему до этого они не венчались? Потому что Бунину не давала развод его предыдущая жена Анна Цакни. Это долгая любовная история Бунина. У него в жизни вообще много любовных историй. Анна Цакни осталась в Советской России, и получить у неё развод было большой проблемой. В итоге Бунина его получили. Здесь же венчался Бунин с Муромцевой. А кто ещё здесь из-за звезды? Здесь венчался Пикассо с его первой супругой в 16-17 году. Первая супруга Ольга была дочь русского военного Ольга Хохлова. Но он же не принял православие? Нет, он не принял. Как это разрешили, а то уже считали, что это будущий гений. Православный собор Александра Невского на рю-дарю. Дарю – наполеоновский генерал был. Его строят в середине 19 века, собирают деньги по подписке. Там Александр Второй тоже поучаствовал. Сохранилась фотка, как со ступеней этого собора спускается в торжественной процессе Николай Второй, когда он приезжал в Париж. К моменту русской эмиграции – это такой нервный центр. Потому что понятно, что здесь и венчание, и отпевание, и всякие памятные даты, и воскресные службы. И плюс не забудем, что есть ещё одна важная функция у любого тогда прихода эмигрантского – это ещё и место общения. То есть соцсеть по нынешнему. Как-то же надо людям друг с другом коммуницировать и узнавать последние сплетни и слухи. Что интересно, приходят сюда не только помолиться и пообщаться, но и побираться. По крайней мере, так об этом пишет Нина Берберова. Автор фундаментального, хотя и противоречивого труда Курсив Мой. Среди них нищие с красными глазами и опухшими лицами, с грязной шляпой в руке. Сильвупле, подайте бывшему интеллигенту. В 15-м кровь проливал на полях Галиции. Теперь абориген армии спасения. Когда они попали за рубежом в грамме эмиграции, они поняли, что минимально русская церковь как-то связала их с родиной. Вот это русское помещение, это русская территория, это русско-полностранная территория. Вы говорите по-русски, вы встречаетесь с вашими соотечественниками, вы встречаетесь с родными, с знакомыми, с которыми вы учились, с которыми вы провели и веселые дни, и грустные дни. Этот район, конечно, было много русских и, конечно, ресторан интересный. Он же тоже исторический? Да, 24-го года. А кто ходил в этот ресторан? Сюда ходили иммигранты? Да, только русские иммигранты приходили сюда. То есть для них было важно поесть русскую еду? Выпить водочки и поесть русскую еду. А русские могли себе позволить вообще ходить по ресторанам? Рестораны тогда не были дорогими. Теперь некоторые дорогие. Но тогда они были… Ну, теперь 30-25 евро. То есть вы можете здесь пообедать примерно 40-50 евро. Но это среднее по Парижу. Ну, конечно, тогда в 60-х казах это было дешевле. Одним из главных источников, пусть и небольшого, но дохода для всей пишущей части русской эмиграции остаются гонорары. В Париже 20-х выпускается несколько сотен разных эмигрантских изданий, вплоть до газет из одного листа, составленных из сплошных объявлений. Например, о медицинской, юридической помощи или, конечно, о рекламе дешевых столовых, ночлега и жилья. Ну, то есть современные эмигрантские телеграм-чаты – то же самое, только те на бумаге. И, конечно, у тех газетёнок куча подписчиков, то есть читателей. Вообще работа в медиа тогда очень привлекательна для многих, как, наверное, и сейчас. Не буду сравнивать. В общем, медиаменеджером стал и бывший министр иностранных дел временного правительства Павел Милюков, например. Помните, это тот Милюков, кого на выступлении в Берлине хотели убить монархиста, а случайно убили Владимира Набокова-старшего? Так вот, почему они, в числе прочего, хотели убить Милюкова? Потому что, несмотря на то, что ему уже за 70, он издаёт самую читаемую газету среди русских эмигрантов. Называется она «Последние новости». Газета выходит ежедневно, и в ней Милюков в равной степени громит и монархистов, и большевиков, настаивая на том, что Россия должна превратиться в демократическую республику. Я думаю, что она довольно точно отражала настроения, которые царили среди русских эмигрантов во Франции. Многие стремились найти золотую середину между монархистами и либеральными интеллектуальными кругами. Кстати, несмотря на то, что эта газета издавалась в Париже, она распространялась среди всей европейской диаспоры. Эта диаспора. Набоков, Цветаева, Куприн, Мережковский, Гиппиус, Алданов, Алексей Толстой и практически все другие. Представьте ютуб-канал, который вместе делают Дудь, Максим Галкин, Оксимирон, Екатерина Шульман и Леонид Парфёнов. Главный журнал – современные записки. Лучший журнал не только русского зарубежья, но и вообще, наверное, за всю историю русской литературы. Все сотрудники, редакторы этого журнала работали в разных сферах. Они были не только писателями, но также, например, юристами. И журнал был лишь частью их работы. Впечатляет, какая огромная производительность у них была. Современные записки создают пять редакторов и все они эсеры. По воспоминаниям одного из них, Марка Вишняка, записки задумывались как толстый журнал для русского интеллигентского сознания. Сначала его планируют выпускать каждый месяц, но в лучшем случае удается выходить шесть раз в год, иногда всего по два-три раза в год, потому что журнал в буквальном смысле получился толстым – от четырехсот до шестисот страниц в номере. При этом окупаются современные записки далеко не всегда. И для того, чтобы издательство продолжало существовать, время от времени проводятся сборы донатов. Совершенно верно. В общем, несложно понять, что при такой монетизации грантовой гонорары авторов, какими бы эти авторы не были именитыми и талантливыми, очень-очень скромные. Например, один из редакторов современных записок, Вадим Руднев, и вызывали, пишет Владимиру Набокову. С внутренним конфузом подсчитал, сколько полагается вам за стихи по самому высокому тарифу. Еще умножил на два, и все же вижу, до чего ничтожная сумма. Всего 166 франков. Простите современные записки за их убогость. В июле 1920-го в Париж приезжает и мастер короткого рассказа Александр Куприн с женой и дочерью. Куприн – уже очень известный писатель. Но после того, как большевики пришли к власти, автор поединка попытался с ними сотрудничать. Он даже обратился к Ленину с предложением издавать газету «Земля» для крестьян. В итоге ничего не вышло. Рассказывают, что идею зарубил глава Моссовета, тогдашний Лев Каменев. Вскоре Куприн вообще разочаруется в красных, в большевиках. И когда начнется гражданская война, и белые займут Гатчину, где он тогда жил, Куприн записывается к ним добровольцем и в звании поручика редактирует армейскую газету. Разумеется, потом он уже с большевиками ничего общего иметь не может и уезжает не самым типичным для наших героев маршрутом. Он едет сначала в Финляндию, а затем оттуда сразу в Париж, куда его зовет давний друг Иван Бунин. Но здесь у Куприна откровенно не складывается, потому что он мало пишет и почти ничего не зарабатывает. Вот это «не может писать» мы довольно часто встречаем в мемуарах писателей, в мемуарах о писателях, потому что стресс очень по-разному сказывается на людях. Для кого-то это возможность осмыслить и начать выдавать на гора что-то совершенно новое и неожиданное, как у Бунина, а для других это просто ступор. И, видимо, так произошло уже с уже немолодым Куприным. Вот его собственные слова. «Живешь в прекрасной стране, среди умных и добрых людей, среди памятников величайшей культуры, но все точно понарошку, точно развертывается фильм о кинематографе. И вся молчаливая, тупая скорбь о том, что уже не плачешь во сне и не видишь в мечте ни Знаменской площади, ни Арбата, ни Поварской, ни Москвы, ни России, а только черную дыру». Куприны пытаются заниматься коммерцией. В 1926 году открывают переплетную мастерскую, но и это дело не идет. Пробуют книжный магазин, тоже ничего не получилось. Зато лучше дела идут у дочери Куприна Ксении, которую семья и друзья знают как Киса. Она работает манекенщицей, Париж все-таки. Потом становится актрисой, и она снимается в фильмах «Дьявол и сердце» и «Женский клуб». Многие девушки того времени мечтали о кинокарьере, и поэтому и Киса тоже захотела стать актрисой. Но еще и это было время, когда киномир во Франции, Германии и в Америке, в Голливуде заинтересовались именно творчеством ее отца. И Куприна сам подумал, что он может заработать деньги благодаря сценариям. Но из-за этого ничего не вышло. Но тем не менее, таким образом, я думаю, Киса и познакомилась с какими-то кинодеятелями. Очень важная подробность. Тогда ведь кино немое, и то, что французский тебе не родной, даже если ты его хорошо знаешь, в этот момент неважно. Многие русские быстро выучили французский, по крайней мере, могли совершенно спокойно объясняться. Другое дело, что у них был акцент. Так говорят, что Мажухин, например, не смог перейти барьер звукового кино, просто потому, что у него был очень сильный акцент на французском, что действительно было так. Но актерские успехи Ксении не могут обеспечить всю семью Куприных. Их положение остается тяжелым. Время от времени друзьям помогает Иван Бунин, который, впрочем, и сам живет от гонорара до гонорара. И я еще одну хочу объяснить вещь. Она, возможно, не так очевидна тем, кто никогда в эмиграции не был и никогда эмиграцию на себя не примерял. Когда уезжаешь молодым, это, конечно, намного проще. А когда ты уезжаешь уже в годах, и когда ты уезжаешь человеком со статусом, который, безусловно, был укопрен, то тебе особенно тяжело. Потому что чужая страна, как бы она тебя доброжелательно не приняла, она весь твой статус обнуляет. Ты опять превращаешься в ноль, который должен снова добиваться, снова развиваться и так далее. Как Казак Парамонов, помните? Но тот предприниматель. А когда ты писатель, и уже писатель с именем, и понимаешь про себя то, что ты человек с именем, это мучительно. Особенно, если у тебя не пишется. Бунина, как писателя, в Европе знают куда лучше, чем Куприна, и чем многих других. Возможно, он на этот момент самый известный русский писатель в Европе, и поэтому издательства и в Берлине, и в Праге, и в Париже обращаются к нему с просьбой дать новые произведения. Но платят за это всё равно гроши. И в этот момент Бунину предлагает помощь с деньгами некто Леонард Розенталь, русский миллионер. «Жемчужный магнат», как его называют. Своё состояние он сделал на добыче и продаже жемчужных украшений ещё до революции и редкий случай – в революции. Он не разорился, потому что семья Розенталь эмигрировала из России до революции. В Париже у него ювелирный бизнес, он строит кинотеатры, кроме того, спонсирует фильмы. В общем, он такой известный филантроп. И вот Розенталь отправляет Бунину письмо. Предлагает встретиться, устроить писательский раут. Ещё зовёт туда Дмитрия Мережковского, Александра Куприна и Константина Бальмонта. Бунин собирается на встречу вместе с супругой Верой. Та поначалу идти не хочет, потому что говорит – нечего надеть. Наверное, в любой супружеской паре есть воспоминания о таких ситуациях – нечего надеть. Но там в буквальном смысле нечего надеть. Не фигура речи. Бунин настаивает. Под конец вечера Розенталь просит писателей принять от него небольшую субсидию по тысяче франков ежемесячно для развития русской литературы. Несмотря на такой щедрый подарок, который, конечно, все писатели с радостью приняли, Бунин скоро рассорится с Розенталем. Толком не ясно, что там между ними произошло. Известно только, что меценат вроде как стал досаждать тщеславному и горделивому Бунину своими комментариями к его текстам. Тоже можно понять – человек дал денег, хочет в ответ уважения, внимания, но это, прямо скажем, не про Бунина. Тем не менее, Иван Алексеевич успевает найти прекрасное применение розенталевским деньгам. Не любящий городскую суету, он решает уехать из шумного Парижа сюда, на прекрасный юг Франции и с тех пор будет редко наведываться на север столицы. Даже в тяжелейших финансовых обстоятельствах мы видим, что многие русские не желают расставаться с аристократическими привычками и селятся, например, здесь, в Ницце, на юге Франции. Конечно, тогда это не такие дорогие места, как сейчас, но тоже совсем не дешёвая революция. Сюда, в Ниццу, даже ходил прямой поезд из Петербурга и назывался он «Великокняжеский». Можно понять, кто там ездил, исходя из названия. Именно тогда, в начале двадцатого века, был построен Николаевский собор. Он до сих пор считается самым большим православным храмом в Западной Европе. Хотя здесь уже южная, но не суть. Земля под этим собором была сдана Францией в аренду России на 99 лет. Когда к власти в России приходят большевики, собор был передан на баланс специально созданной русскими эмигрантами организациям. Она называется «Акор». В 2008 срок этой аренды истёк. И помните, я уже говорил вам в предыдущих сериях, что русские везде возят Россию с собой во всех смыслах. И вот отличный пример. Но прежде чем я расскажу вам эту историю, расскажу про дальнейшую судьбу собора, я вас должен познакомить с человеком, который долгое время был старостой этого прихода. Это Алексей Аболенский, внук князя Владимира Аболенского, чья судьба – это ещё одна яркая частичка в эпической мозаике белой эмиграции. Князь Владимир был человеком передовых взглядов. Даже какое-то время был марксистом. Потом стал депутатом Госдумы, занялся виноделием. В общем, был разносторонней личностью. У него, кстати, в биографии есть потрясающий эпизод, когда в 1900 году у него во Пскове останавливается малоизвестный революционер, который ищет помещение под типографию, и князь Владимир чувствует необходимость дать ему помещение. Этот революционер там печатает свою газету, газета называется «Искра», а революционера зовут Владимир Ильич Ульянов. Ясно, что он симпатии к нему никакой не питал. И для него это был чужой человек. Но из солидарности к людям гонимым он, естественно, разрешил. Когда он был вынужден уезжать, он выехал с последним пароходом, который увозил в Рангельевскую армию. Ему пришлось сделать очень тяжелый выбор. У Владимира Андреевича огромная семья, восемь детей. И увезти всех с собой он не может. На кораблях для него с таким количеством родственников нет места. И принимается решение, представляете, семью разделить. Сам Аболенский, его старшая дочь и двое старших сыновей участвовали в Белом движении. Им точно нельзя оставаться под большевиками, потому что их расстреляют. Они уезжают из России. А жена и пять детей остаются на милость большевиков. Среди них, кстати, остается и будущий отец Владимира Аболенского. И весь дом авиставали. Их было 25 человек. Моего отца, 15-летнего, держали некоторое время в тюрьме, так и всех остальных. Чудом выехав из России живым, в 1924-м Лев Аболенский, сын князя Владимира, переезжает в уже знакомую нам Прагу. Но здоровье его подорвано, и отец выписывает его во Францию, где лучше климат. Алексей Аболенский родился в Провансе. Все они владели французским языком. Надо было их сразу записать во французские школы. И тогда они бы нормально кончили бы курс, и могли бы сразу войти уже в полноценную французскую жизнь. На учебу детей у деда уже денег никаких не было. И поэтому всем пришлось идти работать. Здесь мы вернулись к истории, о которой я обещал вам рассказать. Уже в начале 21-го века Алексей Аболенский становится старостой Николаевского собора, здесь в Ницце. Как мы помним, договор об аренде заключённой Франции ещё с царским правительством России истёк в 2008 году. Церковью на тот момент владеет православная организация АКОР. Но о своих правах на храм заявляет и московская патриархия. Ведь до революции именно к ней он и относился. Начинаются долгие судебные тяжбы. В результате французский суд возвращает храм в лоно РПЦ. Договориться двум ветвям русской цивилизации в очередной раз не удалось. Алексей Аболенский с тех пор старосты в другом небольшом приходе Ниццы при соборе святых Николая и Александры. Они подали на ассоциацию в суд, чтобы войти во владение вообще всего прихода. А они? Это московская патриархия? Нет, абсолютно нет. Это российское государство, российская федерация. Нам казалось, но это были понятия не юридические, конечно, что убийцы царской семьи никаких прав на имущество царской семьи не имеют. Но юридически это оказалось неправильным. И их требования оказались приемлемы. Для французского суда? Для французского суда. А вы с ними самими взаимодействовали? Между вами прямые контакты были? Нет, конечно. Только через суд. Только через суд? Конечно. А как вам кажется, то, что… Может быть, это странный вопрос, но смотрите, вы русские, там тоже русские. Но мы французы. Вы французы? Да. Вы в данном случае не считаете себя русскими? Абсолютно нет. Целую жизнь люди мне спрашивали, ну ты кто? Ты русская, ты француженка или тунисская? И я смеялась, и я говорила, и трое, это меня не мешало совсем. Я была русская, я француженка и тунисская. Кстати, два слова про Татьяну. Она тоже из семьи русских эмигрантов, которые после эвакуации из России оказались в Безерте. Это Тунис, Африка. Мы в этом фильме не останавливаемся подробно на этом эпизоде. Если коротко, там была примерно такая же история, как в Галлиполе, только дальше, собственно, в Африке. Но в отличие от Галлиполя, многие, некоторые русские, остались в итоге в Тунисе на всю жизнь. И, например, как раз мать Татьяны Анастасия Ширинская прожила в Тунисе до 21 века. И большую часть жизни она жила по нансеновскому паспорту, отказывалась брать другие, ждала возможности получить русский паспорт. И действительно, уже в совсем преклонном возрасте она согласилась взять российское гражданство с одним условием – на паспорте должен быть двуглавый орёл. Серпа и молота Анастасия не хотела видеть даже близко. Это был 97-й год. Путина ещё не знали. Она была в России первый раз в 90-м году. Так была довольна. Она целую жизнь, может быть, это хотела, но не знала, что это будет сделать. И нас приняли там, где она родилась, как королева. Как вы помните, после прихода к власти Левого Блока Илье Иренбургу, Леваку и советскому корреспонденту разрешают вернуться во Францию с 1925-го. Он снова живёт здесь, в Париже, который, в отличие от Бунина, просто обожает. Даже ходит байка, что именно Иренбургу принадлежит фраза «Увидеть Париж и умереть». Мы факт-чекнули, это не так. Выражение «vois Paris et mourir» появилось ещё в 19-м веке. Но как бы там ни было любимым местом в Париже, и это совершенно точно факт, для Иренбурга становится кафе «Ротонда». Сейчас одно из любимых заведений президента Эммануэля Макрона. И, кстати, поэтому недавно это кафе немножечко разгромили во время протестов против пенсионной реформы. Тут вообще жёстко с ними, пока мы снимаем. А сто лет назад в «Ротонде» проводили время звёзды богемного Парижа Жан Кокто, Амедео Мадельяни, Марк Шагал. Иренбург с ними был лично знаком. Я уже рассказывал в Берлине про парадоксы жизни этого человека, про то, как он умел усидеть сразу на всех стульях в эпоху, когда оказалось, что это совершенно невероятно. Ведя всю эту светскую парижскую жизнь, Оренбург остаётся советским гражданином. Регулярно ездит в Советский Союз. В 32-м во время одной из таких поездок посещает строительство железной дороги Москва-Донбасс, посещает Кузнецк и другие стройки пятилетки. После этого возвращается сюда, в Париж. Снова сидит в кафе, пишет роман «День второй», где воспевает энтузиазм советских рабочих и рождение нового советского сверхчеловека. Слушайте, не самое плохое место, чтобы воспевать что бы то ни было, согласимся. Ну, циничненько тогда, но не мне судить. Здесь же, в Париже, Иренбург пишет политические статьи для известий под псевдонимом «Поль Жуслен», в Испании, куда он тоже ездит, для тех же известий, уже без псевдонима пишет о начавшейся там в 36-м году гражданской войне. И там, в Испании, Иренбург часто встречает коллегу-корреспондента американской газеты «Кэнзас Сити Стар» по имени Эрнест Хемингуэй. Вы, конечно, помните его великий роман о той войне, по ком звонит Полотер. Кстати, в 20-х Хемингуэй также в качестве журналиста часто бывает в Париже. И он тогда пишет, что Париж полон русских. Они слоняются по городу в какой-то детской убежденности, что все будет хорошо. Никто не знает, на что именно они живут, кроме денег от продажи драгоценностей и золотых безделушек, фамильного наследия, которое смогли увезти во Францию. Вот только что будет делать русская колония в Париже, когда они распродадут украшения и заложат последние ценности? Большой вопрос. И в конце добрый Эрнест добавляет, очень их жаль, они такие очаровательные люди. У нас было очень много богатства и много земель. 800 тысяч гектаров у нас было. И большевики в 1917 году встали перед нашим домом, одном из наших домов, дворец на Возвиженке, и ворвались во время ужина с улицы, потому что этот дворец имел вход через лестницу и в столовую. У моего дедушки и моей бабушки было восемь детей. Все хорестовали, и они сидели семь лет. Семь лет? Семь лет даже дети. Потом вдруг было принято решение их освободить. В 1924 году? Да. А почему? Понятия не имею. Но я могу сказать одно, что наша семья столько сделала для России, что можно было бы умному человеку сказать, что эти люди были полезны. Мой дед, выходя из тюрьмы, умирает от болезни, потому что, конечно, никто его не лечил. Он погиб, и моя бабушка стала вдовой. И она вышла замуж за шведского посла, который был холостой. И таким образом она имела право, как жена шведа, выехать с детьми из России. Это был фиктивный брак? Конечно, фиктивный. В том смысле, что у них не было детей, и они расстались на границе. И моя бабушка только могла быть благодарной. То есть он ей просто помог? Не то слово. И едет в Париж тут же, где она обосновалась со своими младшими детьми. Мой отец появился, значит, в Париж. У них была двойная жизнь. У них была французская жизнь и русская жизнь. То есть днем, когда они работали, когда они общались с французами, это было одно. Когда они возвращались к себе или воскресенье, когда они отдыхали, когда они шли в церковь, когда они встречались с бывшими знакомыми, с родными, это русская жизнь была. Скажите, а здесь ваш дед, ваши родители, они общались в основном в кругу таких же, как они, русских эмигрантов? Да. С французами было сложно? Не сложно, просто есть, были контакты, но мало. Почему? Как вы это объясняете? Просто потому, что родной язык – это русский, родные люди, родное общество. Это было важно. Крамарское и Гворянское гнездо. Там Тубицкие, Тубицкие, Лупухины, Осольгины, Лермонтовы, Самарина – все они вместе жили, тесно жили. Я это ещё достал, когда был маленьким. У нас была такая компашка. Все наши Аболенские, Тубицкие. Мы вместе выходили, каждые по субботу или по пятницу в русских ресторанах, и было полно. Знаете, у нас была такая свобода, что даже свобода нас завидовала. Наши старики, молодые, приходили вечером, мы до утра играли, спали на столах. Приборы, когда потом снова ставили столы до обеда. И так было, дни за днями, дни за днями. Очи чёрные, Калинка. Люди швыляли такие деньги, спойте у меня очи чёрные, и давали по сотне евро. Но раньше не было евро, это франки. С этими песнями они купили квартиру. Мы нет, мы всё потратили. Если говорить о музыке, то одной из главных песен, которые поют в многочисленных ресторанах и кабаре глубокими вечерами, становится романс, который исполняет Надежда Плевицкая. Николай Второй называл её «Курским соловьём». Помните, мы расстались с ней в русском лагере в Галлиполе, где она вышла замуж за Николая Скоблина, а посажённым отцом на их свадьбе был ещё генерал Кутепов. В июне 1924-го Плевицкая исполняет свой романс, который называли гимном русской эмиграции вот здесь, в парижском концертном зале «Гаво». В тот вечер здесь аншлаг. Зал переполнен русскими эмигрантами. Плевицкую провожают овациями. Если помните, её всегда и до революции провожали овациями и слезами аудитории. Из-за кулис за всем этим с гордостью наблюдают муж плевицкой генерала Николай Скоблин. Как вы помните, он переквалифицировался в импресарио из командира корниловского полка. Врангель был недоволен этим решением, и тогда Скоблин попадает в опалу у Врангеля. Но вот эта чета Плевицкая-Скоблин вообще как метеоры проносятся. Начинается как бы её новая творческая жизнь. Она становится знаменем белой эмиграции. Плевицкая выступает, живя в эмиграции, на всех европейских сценах. Так же, как и сейчас, русские исполнители ездят в туры по всей Европе. И здесь во Франции она выступает, и в Прибалтике, и в Германии, и в Чехословакии, и в Бельгии. Но теперь иммигранты говорят уже не только о её таланте, о её голосе, но и всё больше о её взглядах. В одном из туров Плевицкой есть Нью-Йорк, где она даёт благотворительный концерт в пользу советских беспризорников. В России начало 20-х беспризорники – очень большая проблема. Около семи миллионов детей остались без семей и средств к существованию живут на улицах. Но всё-таки это СССР. И в эмигрантской среде концерт провоцирует огромный скандал. Как может народная певица, любимица императора, а сейчас эмиграции, жена легендарного белого генерала выступать на концерте, организованном большевиками? Вот это Надежда Васильевна. Ей было, знаете, как бы она не оглядывалась, что скажет. Что скажет белая эмиграция. Она действовала по своему сердцу. Она интересовалась судьбой, как живёт Советская Россия. Для неё это была Родина, Россия. Как вам кажется, то, что она выступает в этом концерте, который организован советскими властями, говорит ли о том, что она уже тогда хочет вернуться в Советскую Россию? Ну, конечно. Она об этом прямо пишет. Вот свидетельство её племянницы Ольги Николаевны. Что Надежда Васильевна вела постоянную переписку с нашей семьёй до 1937 года. Безумно тосковала по родным местам, родичам, по своим односельчанам. Писала, что где бы она ни была, куда бы ни занесла её судьба, а домой, на родину, я приеду обязательно. И умирать буду только на своей милой далёкой родине. В другой раз и опять в Нью-Йорке Плевицкая даёт серию концертов, на которые приглашены служащие советского представительства Анторга, специальной госорганизации, которую создали для торговли с США в Советском Союзе. Разумеется, опять скандал. В эмигрантских чатах, в смысле в эмигрантских кругах, говорят, что в зависимости от аудитории Плевицкая вообще может спеть «Хоть боже царя храни, хоть смело мы в бой пойдём». Ну не знаю, это как сейчас «Оксимирон» на концерте спел бы «Я русский». В общем, у эмиграции к Плевицкой всё больше и больше вопросов. Она же отвечает, что «я артистка, я пою для всех, я вне политики». Знакомая фраза, да? Скоблин, которого критикуют едва ли не больше. Ну типа она-то ладно певичка какая-то, а вы-то белый генерал, сослуживец Кутеповой Врангеле. Но Скоблин говорит, что, мол, моя жена самостоятельная личность, знаете, сама решает, что ей делать. В 1930-м Плевицкая и Скоблин покупают в рассрочку двухэтажный домик в местечке Азуар-Ла-Ферьер под Парижем. Те, кто бывал в их доме, рассказывают, что в дворике Плевицкая посадила берёзки в память о России, а весь дом был в картинах и фотографиях из старой жизни. Но её искоблено желание вернуться на родину становится, очевидно, всё более и более серьёзным, всё более и более непреодолимым. И ради этого возвращения они уже готовы действовать. Более того, они готовы делать, что им скажут. Как вы помните, после смерти Врангеля РОВС, Российский общевоинский союз, я рассказывал про него в предыдущих сериях, возглавил генерал Александр Кутепов в Москве. Считают РОВС самым опасным эмигрантским объединением, а всех его членов – заклятыми врагами советской власти, что небезосновательно. Здесь, в Париже, один из главных центров РОВСа. Сам Кутепов с семьёй живёт здесь, в доме 26 по улице Русселе, в третьем этаже, дом по-прежнему стоит. Там четырёхкомнатная квартира, но генерал и семья занимают только три комнаты. И хозяин четвёртую сдаёт другому русскому, с которым даже Кутепов толком не знаком. Если мы вспомним, что он лидер боевой организации, которая осуществляла диверсионные операции на территории Советского Союза, то, конечно, то, как он относится к своей безопасности, выглядит довольно беспечно, если не сказать «безответственно». Но я не скажу, что он беспечно относился к безопасности. У него была целая прелияда шофёров, которые служили ему охранниками. Но именно в день похищения, именно в этот день он отпускает шофёра. В 10.30 утра, в воскресенье 26 января 1930-го, Кутепов выходит отсюда, из дверей своего дома по улице Русселе. Он жене, по крайней мере, сказал, что идёт на панихиду по своему сослуживцу генералу Каульбарсу в церковь на улице Мадемуазель. Пешком примерно полчаса. И Кутепов идёт вот в том направлении. Кутепов доходит до этого места, это пересечение бульвара инвалидов, и улица Удино его окликивают. Здесь вот стоит большая серо-зелёная машина, как её опишут случайные свидетели. За ней красное такси. И здесь же, что очень важно, стоит постовой полицейский, то есть никаких опасений у Кутепова не должно возникнуть. Дальше всё происходит стремительно. Два человека хватают Кутепова за руки, заталкивают большую зелёную машину. Полицейский прыгает на переднее сиденье, потом окажется, что это никакой не полицейский, и машина на большой скорости уносится туда по бульвару инвалидов. Красное такси сразу уезжает за ней. Что произошло с Кутеповым дальше – до сих пор загадка. Одно бесспорно – живым его после этого момента уже никто не видел. Известно, что он не переносил хлороформа. За некоторое время до похищения его жена лежала в больнице, он пришёл её навестить. И каким-то образом он вдохнул, я не знаю, или там был просто запах, и ему просто стало худо. То есть, если его пытались усыпить… Если его пытались усыпить и передержали три секунды, у него просто могло действительно остановиться сердце. Что происходит с телом? Есть версия о том, что тело было отвезено в посольство, потому что, если вы посмотрите по карте, старое здание посольства совсем недалеко оттуда. И считается, это одна из версий, что его там положили в специальное помещение, а потом вывезли в дипломатическом багаже. С посольством есть ещё один вопрос. Виктор Ерофеев рассказывал, что Авдеев, будучи послом, говорил ему о том, что под гаражами в посольстве на Рюк-Грюнель в бетоне лежат несколько трупов. Что для Ерофеева было большим сюрпризом. Ребёнком, когда его отец работал в посольстве, он любил там играть. Существует несколько версий того, кто непосредственно участвовал в похищении Кутепова. Практически наверняка это были сотрудники ОГПУ Яков Серебрянский и Сергей Пузицкий. Возможно, с ними был и французский коммунист по фамилии Онель. Он якобы и был переодет полицейским. У парижской резидентуры ОГПУ не было недостатка в кадрах и в сочувствующих. Как мы уже слышали, левые идеи в тот и не только в тот момент очень популярны во Франции. Ещё одна важная деталь. Позже в записной книжке Кутепова найдут запись о встрече как раз на 26 января с неким СК. Вообще-то это первые буквы фамилии Скоблин, мужа Надежды Плевицкой. И во время расследования на это обратят внимание, но никаких улик нет. Ну и вообще, Скоблин – боевой генерал, один из самых заметных белых эмигрантов, не может быть. И сменивший Кутепова на должности главы РОВС генерал Евгений Миллер решительно отвергает все подозрения в адрес давнего боевого товарища. Евгений Людвиг Карлович Миллер во время гражданской войны в России был главнокомандующим армии Северной области, это где Архангельск. В 1920-м Миллер эвакуируется, переезжает во Францию. И здесь, в Париже, он становится главным уполномоченным по военным делам барона Врангеля. А после убийства Кутепова он становится и главой РОВС. Ему очень многие ставили на вид, что вот он уехал, и не совсем, как Врангельс, пытался спасти армию. Они оказываются здесь, и это генералы проигранных боёв, проигранных армии. У них остается развлечение, как в русском доме садиться по старшинству званий или по старшинству календаря произведения в чины. Николай Скоблин и его жена Надежда Плевицкая – близкие друзья семьи Миллеров, а тот, в свою очередь, большой поклонник таланта Плевицкой. Но это не только личные отношения. Скоблин – второе лицо в РОВСе. Он заместитель Миллера. Более того, он возглавляет так называемую внутреннюю линию – это контрразведка. Его главная задача – бороться с проникновением в Росагентуры ОГПУ. В серьёзности этой угрозы после смерти Кутепова никто уже не сомневается. Но, как вскоре выяснится, Скоблин, который должен был заниматься контрразведкой, не заметил шпиона в самом центре, в самом сердце РОВС – Нарюхо-Лизе-29. Этот дом не сохранился, там был штаб РОВСа, там этот РОВС занимает первый этаж. А этаж над ним арендует семья Сергея Третьякова. Он родственник основателя Третьяковки, был, между прочим, одним из министров Временного правительства, а на тот момент он – агент Лубянки. ОГПУ его завербовало ещё в 29-м году и в его квартире, которая над штабом РОВСа установила прослушку, которая позволяла Третьякову слушать всё, что происходит прямо под ним, в самом сердце главной антибольшевистской иммигрантской организации. Благодаря этому чекисты смогли перехватить многих диверсантов, которых засылали на территорию СССР. В 9 утра 22 сентября 1937 генерал Евгений Миллер выходит из своего дома номер три по авеню Жан-Батист Клеман в пригороде Блонь-Бьянкур. Вот этот дом. Из окна выглядывает его внучка. Миллер машет ей рукой и едет на Восточный вокзал покупать билеты. Он хочет отправить свою дочь и её мужу на учёбу в Прагу. Вы помните, там хороший университет. И поэтому берёт с собой несколько сотен франков. Сейчас, кстати, на этом доме уже в наши дни поставили табличку последнего адреса. А на доме, из которого ушёл и не вернулся Кутепов, кстати, не поставили, потому что там с жильцами не удаётся договориться. То есть эта история, которую мы сейчас в России наблюдаем, она и в Париже нормально происходит. Но это мы отвлеклись. В 11 утра, закончив с делами на вокзале, Миллер приезжает на работу в штаб РОФС. Ру-Колизе 29. Дом, напомню, не сохранился. И до 12-ти он там работает у себя в кабинете. Затем выходит, заглядывает к Павлу Кусонскому, это начальник канцелярии, и говорит, что у него на 12.30 назначена некая встреча, после которой он вернётся в штаб и уходит. С собой он не берёт ни пальто, ни портфеля. В тот день Миллер думал, что идёт на встречу с немецким военным атташе. В Германии, как вы помните, у власти четвёртый год нацисты. Им, разумеется, интересна встреча с антибольшевистской бело-эмигрантской организацией. Организовать эту встречу, она подаётся как тайная, помог один из подчинённых Миллера. Он сам ждёт генерала вот здесь, на перекрёстке улиц Жасмин и Рафе. Спустя пару минут здесь же, на перекрёстке, к ним присоединяется ещё один человек. Как позже выяснится, это Семён Шпигель-Глаз, заместитель главы иностранного отдела НКВД. Позже он даже возглавит этот отдел. Это внешняя разведка. Представляете масштаб операции, если замглавы спецслужбы лично выезжает на территорию противника принимать участие. Отсюда трое мужчин вместе идут дальше по улице Рафе в сторону бульвара Монмаранси. Пешком это около пяти минут, но есть важная деталь. Видите, улица идёт под уклон, а там дальше, откуда пришёл генерал, ещё больший уклон, а Миллеру уже почти семьдесят лет. Идти в горку ему довольно нелегко. Потом будут говорить, что это специально было так продумано. Доходят до этого здания, которое тогда арендуется советским посольством под школу. В тот день школа закрыта, но входная дверь приоткрыта. И калитка, здесь раньше был заборчик с калиткой, тоже приоткрыта. В этот момент спутники заталкивают Миллера внутрь, и он даже не успевает, скорее всего, понять, что происходит. А за дверью ждут сотрудники НКВД. Миллеру закрывают лицо тряпкой с хлороформом, он теряет сознание. Спустя пять минут связанного генерала грузят в стоящий здесь же на углу серый грузовик. Похищение было организовано безупречно, улик не осталось. А Миллер перед уходом, как мы помним, никому ничего не сказал. Куда он идёт, к кому он идёт. И это могло бы остаться тайной на десятилетия. Но заговорщики не учли одну деталь. Договариваясь о встрече, Миллер даёт своему подчинённому, с которым он здесь встретился и с которым дошёл до этой роковой двери, слово, что никому не скажет, куда и с кем он пойдёт. Но помня о судьбе Кутепова и понимая, что это может быть ловушка, Миллер решает подстраховаться и оставляет записку в конверте с объяснением, куда он идёт, запечатывает конверт, отдаёт его лично в руки начальнику канцелярии Павлу Кусонскому и говорит «Если я не вернусь через два часа, вскрой этот конверт». Кусонский поразительным образом забывает об этом конверте, об этом поручении. И в тот момент, когда Миллер через два часа и позже не возвращается, Кусонского вообще в штабе нет, он ушёл на обед. Когда в восемь вечера Миллер не появился и на собрании эмигрантского общества северян поднимают тревогу. Сослуживцы звонят ему домой. Дома тоже его никто не видел. Жена сразу говорит «Звоните в полицию». Только в одиннадцать вечера Кусонский, приехав в штаб РОФСа, вспоминает про конверт и вскрывает его. Вот что он читает в записке. «У меня сегодня в 12.30 свидание с генералом Скоблиным на углу улиц Жасмен и Рафе. Он должен отвезти меня на свидание с германским офицером. Свидание устраивается по инициативе Скоблина. Возможно, что это ловушка, а потому на всякий случай оставляю эту записку». В этот момент уже ночь в штабе собирается всё высшее руководство РОФСа. Адмирал Михаил Кедров, один из заместителей Миллера, сразу понимает, что к чему и отправляет за Скоблиным. Он же первый заместитель Миллера, и, конечно, ему нужно срочно ехать в РОФС. Он о записке ещё ничего не знает и приезжает, ничего не подозревая. Кедров сходу его обвиняет в измене и собирается вести в полицию. Скоблин кажется растерянным, лепечет что-то невнятное. Но тут Кусонский второй раз за эти сутки действует то ли крайне неосмотрительно, то ли наоборот по умыслу. Он отвлекает внимание Кедрова, отводит его куда-то на пару слов, и Скоблин, пользуясь моментом, бросается на утёк. Потом мы знаем, что он у одного из своих товарищей пытается взять в долг, и в итоге берёт другого в НУИ. То есть он полночи бегает ищет деньги, чтобы исчезнуть. Считается, что его потом убили и выбросили с самолёта над Испанией. – Как лишнего свидетеля? – Как лишнего свидетеля. Но как именно генерал Скоблин, такой, казалось бы, безупречной репутацией человек, связался с советской разведкой? И знала ли об этом его жена Надежда Плевицкая? Разные есть ответы на этот вопрос. Скорее всего, конечно, знала. Какие мотивы? Кроме тоски по родине, о которой я уже сказал, не исключено, что Плевицкая и Скоблин нуждались в деньгах. Генерал почти ничего не зарабатывал в штабе Роффса, а гонораров Плевицкой едва хватало на то, чтобы ежемесячно выплачивать 800 франков рассрочки на дом. Вы же помните, они живут в доме под Парижем. Ну и в целом вести тот образ жизни, к которому они в Париже привыкли. Не самая экономная жизнь, прямо скажем. В 1930-м, за семь лет до похищения Миллера, они встречались со старым товарищем Скоблиным, его сослуживцем по Корниловскому полку, Петром Ковальским. Ковальский уже на тот момент был агентом ОГПУ и предложил Паре сотрудничество в обмен на амнистию и возможность вернуться в СССР. И предположительно, в январе следующего, 1931 года, будучи в Берлине, Надежда Плевицкая дает расписку. Настоящим обязуюсь перед рабоче-крестьянской Красной Армией выполнять все распоряжения представителей разведки Красной Армии безотносительно территории. За невыполнение настоящего обязательства отвечаю по военным законам СССР. Надежда Плевицкая, Скоблина. Такую же расписку дает и Скоблин. До сих пор для потомков белой эмиграции и для хранителей памяти Надежды Плевицкой это очень чувствительная тема, вызывающая острые споры, острые реакции. Поэтому я считаю нужным сказать, что про эти расписки нам известно из единственного источника – шеститомного сборника «Очерки истории внешней разведки», вышедшего под редакцию Евгения Примакова в 1990-м. Везде есть ссылки. Документы или фотографии. Везде есть ссылка. Архив такой-то. А здесь нет. Поэтому, по большому счёту, это не документ. Но нету ссылки. В каком он архиве? То есть он не введён в научный оборот, то, что вы говорите. Нету ссылки на указания на архив, а архивы ФСБ по-прежнему секретны. Мы не можем проверить, есть такой документ или нет. В данный момент архив закрыт. Неизвестно, когда он будет открыт или не будет открыт. Это тот момент, когда опубликовали большое количество документов. Это немножко конспирология – подсовывать в архивы специальный документ, чтобы опорочить определённого человека. Слишком сложно для меня. То есть, скорее всего, она была советским агентом, как и её муж? Да, я думаю, что так. Сама Надежда Васильевна не имела отношения к органам никакого. Скаблин скрывал от неё это. И даже когда один из друзей Скаблина приехал в гости и пришёл в Париже к ним в гости, он просил его не говорить, не разговаривать, слух ни о чём, когда входит и приносит им чай или кофе Привицкая, потому что он оберегал её от этого. Если генерал Скаблин действительно был советским агентом, а насчёт конкретно Скаблина у исследователей как раз сомнений мало, то, безусловно, это был очень ценный агент. За несколько лет, работая шефом контрразведки РОВСа, он мог сдать советским спецслужбам около двух десятков человек, заброшенных на территорию СССР. По некоторым данным, на Лубянке собирались продвинуть Скаблина на пост главы РОВСа, и, возможно, именно для этого нужно было устранить Миллера. Конечно, если бы такое назначение состоялось, то это была бы ещё одна блестящая победа советской разведки, даже более блестящая, чем операция «Трест» и поездка в Россию Василия Шульгина, о которой я вам в прошлой серии рассказывал. В общем, если бы не записка, которую оставил Миллер, уходя на роковую встречу, получалось почти идеально. Скоблин после похищения всячески светится на глазах у эмигрантской публики. Он завтракает с женой в русском ресторане, потом отвозит её в магазин «Дамской одежды», где плевицкая остаётся очень долго. Если это было альби, то оно тоже придумано практически идеально. Знаменитая певица занимается шопингом. На такое, понятно, может легко уйти целый день. Затем уже после времени похищения супруги должны были по плану вместе приехать на вокзал, где эмигранты провожали в Брюссель дочь генерала Корнилова. Но тут выходит незначительная заминка. Полевицкая почему-то не дождалась Скоблина в магазине и поехала на вокзал одна на такси. А Скоблин за рулём приехал следом. Перед этим он заехал в магазин, не застал там жену, но все продавцы в магазине заметили, что они разминулись. И на вокзале многие заметили, что они приехали не вместе. В тот момент, конечно, это ничего не значит, но потом наследство и многие об этом вспоминают. Наверняка многие из вас уже задались вопросом, а что произошло с генералом Миллером после похищения. Ничего хорошего его не ждало, потому что похищение прошло успешно. Его вскоре после того, как его оприходовали, доставили на борт парохода Мария Ульянова, который отплывал в Петроград. Здесь одна очень деликатная и важная подробность. Поскольку уже шло расследование похищения генерала, есть предположение, что французские власти как минимум предполагали, что он может находиться на борту этого парохода. Но ничего не сделали. Я думаю, здесь для французской политики на чаше весов было и отношение со своим идеологическим союзником в какой-то степени. Советским Союзом. Хотя бы, так сказать, хорошее взаимоотношение со стороной политического спектра довольно близкого. И, конечно, было немало французских коммунистов и социалистов, которые, конечно, сочувствовали Советскому Союзу. А с другой стороны, это 70-летний старый генерал, который представляет организацию, которая пытается поддерживать боевой дух и возможность снова рекрутировать армию в случае, если начинается война с Россией. Во всяком случае, Миллер в 1931 году это заявлял открыто в прессе, было даже разбирательство. И в этом смысле для французов, я думаю, конечно, легче сказать, пропал генерал Миллер. Миллер успешно доставлен в Москву и помещен в одиночную камеру на Лубянке. Причём даже там всё было настолько секретно, что по документам генерал проходил как некто Пётр Иванов. И потом целых два года он пробудет в заключении. До сих пор неизвестно, какие показания он успел дать за это время. И 11 мая 1939 года он будет расстрелян. На самом деле у меня ощущение, что, с одной стороны, это жирная галочка в отчётах НКВД. Мы поймали генерала, главу РОВСа и так далее. Ничего сверхсекретного он уже сообщить не может. Его прослушивали несколько лет. То есть, как говорят, оперативной ценности реально не представлял уже. Да, и когда он два допроса прошёл, Ежов приходит с ним повидаться в декабре 1937 года. И перед самым уходом Ежова Миллер понимает, кто перед ним. Потому что когда к нему входит в камеру, он даже не знает, кто это. И, с другой стороны, это показывает нам степень осведомлённости. Русская эмиграция. Он не знает, ли Ежову в лицо. В отличие от своего мужа, Надежда Плевицкая скрыться или уехать из Франции не пытается. Вероятно, она даже не думает о том, что находится под угрозой. Но её арестовывают уже через два дня после похищения и обвиняют в соучастии в покушении на Миллера. Суд, он проходит вот здесь, в Парижском дворце правосудия, становится крупнейшим событием в жизни русской эмиграции. Ещё бы, ведь Плевицкая – звезда. И, как я уже рассказывал, в симпатии к советам её обвиняли и раньше. Многие открыто теперь злорадствуют. Многие публично её осуждают, разумеется. Газеты печатают подробнейшие репортажи. До нас дошли вот эти драматические фотографии из зала суда. Плевицкая на скамье подсудимых. Следствие шло 14 месяцев, а сам суд – всего 10 дней. Присяжные выносят вердикт виновна. Приговор – 20 лет каторги. Её посадили в СИЗО, причём в этом СИЗО. Они сидели не в камерах, а не в камерах сидели, спали. А потом был общий такой зал, где они проводили целый день. И вокруг были одни французские бандитки. Проститутки, убийцы и так далее. Она не знала ничего по-французски. Учить французский не хотела. Настолько она ощущала свой патриотизм. И у неё русские были все дома помощницы, которые там работали. Даже дворник был русский, солдат какой-то там, когда она в Париже купила этот домик недалеко от Булонского леса. И там её и тыкали, и били, эти женщины. И всячески над ней издевались. Иностранка. Ах, понимаете, она певица. Она у неё актриса и так далее. Это было морально очень тяжело. Потому что не появлялся ни Коля, её не выпускали. И она даже написала, что если бы Коля был жив, он бы был со мной рядом. Он бы мне помог. Наверное, его нет. И она стала потепенно его в душе своей хоронить. Из назначенных ей двадцати лет Плевицкая отсидит три года. В 1940-м она тяжело заболевает, у неё гангрена. И 1 октября 1940-го она умирает в женской тюрьме в городке Ренн. Последняя загадка. Сохранились свидетельства, что её тело было эксгумировано и затем перезахоронено немецкими властями. Немцы уже в 1940-м году оккупировали Францию. Зачем? Что хотели проверить нацисты, навстречу с которыми якобы заманивал Миллера генерал Скоблин? Эти вопросы, видимо, уже навсегда останутся без ответов. Эпоха прекрасных двадцатых с их ощущением свободы, избавления от ужасов недавней мировой войны, эпоха вечеринок, экономического бума и радужных надежд. Во Франции она получила название «Эннифоль» – «Безумные годы». Заканчивается, как и в Германии, в 1929-м, когда Европу накрывают последствия Великой депрессии в США. На фоне небывалого экономического кризиса становится всё сложнее с деньгами и с рабочими местами. Ну и неизбежно отношение французов к эмигрантам, в том числе к русским эмигрантам, портится. А в один весенний день 1932-го сменяется прямой враждой. 6 мая французский президент Поль Думер приезжает сюда, на улицу Берье, к этим воротам, на книжную ярмарку, устроенную ветеранами Первой мировой. Казалось бы, мероприятие незначительное для того, чтобы его посещал лично президент. Но у Думера в той войне погибли три сына. К тому же в те времена президент не был ключевой фигурой, как сейчас. Реальная власть была в руках парламента и правительства. Но Думер был известным и успешным политиком. Он до этого работал министром финансов. В том числе, благодаря ему стране удалось выправить бюджет после Первой мировой. Президентом он стал в 31-м году в возрасте 74-х лет. Так вот, 6 мая он направляется к зданию, в котором проходит книжная ярмарка. И в этот момент высокий мужчина несколько раз стреляет президенту в спину из браунинга. На следующий день Думер умирает в больнице. Стрелявшего схватили тут же. Им оказывается 37-летний иммигрант из России Павел Горгулов. Было проведено целое расследование. Конечно, сразу же возникало подозрение, что убийцу кто-то направлял, что за ним стояли другие люди, что это настоящий политический теракт. Но достаточно быстро следствие пришло к выводу, что Горгулов был просто неуравновешенным человеком и действовал самостоятельно, не получая никаких тайных приказов от кого-либо. Павел Горгулов – кубанский казак. Он учился на медика, но закончить не успел, потому что призван в армию. Началась Первая мировая. Во время гражданской Горгулов воюет на стороне белых. Эмигрирует в Прагу, где получает медицинское образование. Но, как и многим, ему не дают разрешения работать врачом в самой Чехословакии. Мы рассказывали об этом в прошлых сериях. И в итоге Горгулов работает нелегально. Ещё в Праге он трижды женится и трижды оставляет своих избранниц. В 1931 году Горгулов приехал в Париж и поселился в рабочем пригороде Биянкур, где в очередной раз женился. Денег у него не было, и чтобы зарабатывать, он стал подпольно заниматься медициной, лечил своих приятелей-казаков, в основном от венерических болезней. А на вырученные деньги публиковал стихи и рассказы под говорящим псевдонимом Павел Брет. Илья Оренбург в «Советских известиях» позже напишет, что Горгулов был человеком, которого только Достоевский мог выдумать в часы бессонницы. Это продолжалось недолго. Французская жандармерия быстро выведала про эту подпольную лечебницу Горгулова. На него завели дело, ему пришлось бежать в Монако. И именно там он придумал следующий безумный план – убить французского президента, чтобы спровоцировать Францию начать войну против Советского Союза. Уже одна эта логика много говорит о психическом состоянии этого человека. Горгулов очень странно ведёт себя на суде. Он выкрикивает какие-то несвязанные фразы. Кажется, что он просто душевно больной. Но проводит психиатрическое освидетельствование. У него не выявлено отклонений. По крайней мере экспертиза приходит к выводу, что он осознавал последствия своих действий в момент убийства. Горгулову признают виновным и приговаривают к смертной казни. Разумеется, это максимально подстёгивает антиэмигрантские настроения. Не забудем ещё, экономический спад начался. Пресса постоянно напоминает, что Горгулов русский. Пишет о его фашистских взглядах. И во Франции, разумеется, поднимается волна требований вышвырнуть всех этих понаехавших отсюда. Чем быстрее, тем лучше. Чтобы исправить положение, иммигранты разной степени известности пишут письма с соболезнованиями, посылают вдове Думера цветы. А в соборе Александра Невского проводят поминальную службу. Но поправить репутацию русской миграции удастся только через год. Благодаря Ивану Бунину. Точнее награде Ивана Бунина. В 1925-м Бунин селится в небольшом городке Грасс на Лазурном побережье. И вот за теми горами уже море, тут очень недалеко. Кстати, Грасс – это известный очень город. Здесь всегда была столица французской парфюмерной промышленности. И, кстати, здесь действие романа «Парфюмер» происходит. Он, правда, не имеет отношения к Бунину. Ему 65 лет. Здесь он снимает для себя и для жены виллу, которая носит название «Бельведер». В общем, такая вполне себе… Не то чтобы вилла, но Бунина называют это «дачей» на самом деле. Это простой небольшой особнячок двухэтажный, довольно маленький, надо сказать. Там написано почти всё иммигрантское творчество. Именно вот в этой вилле. Именно туда приезжают к Бунину многие его знакомые. И писатели, и журналисты, и артисты. Например, Сергей Васильевич Рахманинов, с которым он дружил с дореволюционных времён, и многие другие. Дом всегда полон гостей. Среди них оказывается в какой-то момент ученица Бунина, ученица – Галина Кузнецова. Они познакомились в 26-м, ей тогда 26, Бунину на 30 лет больше. Галина замужем. Муж её белый офицер, вместе с которым она бежала через Константинополь. В эмиграции Кузнецова начала писать стихи и прозу, печататься во многих русских изданиях. Так её и замечает Бунин. К Бунину в Грасс она приезжает сама, ну это, конечно, по договорённости, в гости 1 или 2 мая 1927 года. Она начинает, или продолжает, точнее, вести дневники, на основе которых потом написала свой знаменитый Грасский дневник. И вот судя по тому, что был опубликован, вот этот Грасский дневник, это был человек довольно тонкий, безусловно талантливый и тактичный во всех смыслах и планах. Понимаете, на мой взгляд, Кузнецова была в первую очередь для Бунина музой. Я не очень понимаю, что это значит, простите. Сейчас я вам расскажу. Вы понимаете, он увидел талантливого человека, и Бунин как-то попытался ей помочь. Она была фактически без средств к существованию. Её муж там, ну он в конце концов сказал, что или я, или Бунин. Она ему в ответ сказала, конечно, Иван Алексеевич, и уехала. Но дело не в этом. Это, в общем-то, если бы было только это, было бы действительно, как вы видите, понятно. Но это была не просто девушка, это была писательница. Так вот, она в начале мая попадает на Бельведер, 27-го года. А в июне Бунин начинает писать свое главное произведение, роман «Жизнь Арсеньева». Это очень важно, что начинает писать роман после того, как Кузнецова появилась на Бельведере. Это не совпадение. Как я считаю, это не совпадение. Довольно скоро Галина Кузнецова переезжает в Бельведер и начинает жить вместе с Иваном Буниным и его женой. На самом деле в этом доме всегда кто-то гостит. На короткий срок или на более долгий. Но конкретно вот этот треугольник, он, конечно, довольно двусмысленный получается. Написав какой-то фрагмент романа, часть этой книги, и посчитав, что это можно уже перепечатывать, он отдавал это Кузнецовой и Вере Николаевне. Обеим. Да, для перепечатки, причем быстрый, поэтому обеим. Ну, делили там пополам или как. Но с Галиной Николаевной он еще обсуждал роман. А как Вера Николаевна к этому относилась? Жена его? Ну, вы понимаете, Вера Николаевна, как женщина, конечно, безумно тяжело переживала появление Кузнецова на Бельведерии. Но Вера Николаевна была очень верующий православный человек. Эта вера ей помогла, Господь ей помог с этим не только смириться, но как-то понять это и принять. Кстати, два слова про виллу Бельведер в нынешнем ее состоянии. Как видите, она сейчас нежилая. В общем, явно тут нужен хороший ремонт. Говорят, что внутри там все как было при Бунине. Мы не смогли посмотреть, потому что какая-то сложная история с ключами. И тут хотели сделать музей, но нынешние владельцы не согласились. Вроде как они ее собираются выставить на продажу, но пока не выставили. Тут есть пара мемориальных табличек, чтобы здесь жил Бунин. Но вилла продолжает потихоньку разрушаться. Именно здесь, 9 ноября 1933 года, Бунин получает новость о присуждении ему Нобелевской премии по литературе. В тот день утром Бунин решает развеяться и идет вниз в ГРАС в кино. Смотрел он, кстати, фильм, в котором играла другая русская мигрантка Ксюша Киса Куприна. Помните, я рассказывал, что она стала актрисой? Там, в ГРАСском синема, Бунина и находит запыхавшийся литератор, тоже живущий в гостях в Бельведере, Леонид Зуров. Зуров и рассказывает Бунину, что позвонили из Стокгольма и сказали, премия ваша. И сразу обрывается вся моя прежняя жизнь. Домой я иду довольно быстро, но не испытывая ничего, кроме сожаления, что не удалось досмотреть, как будет играть Киса дальше, и какого-то безразличного недоверия к тому, что мне сообщили. Но нет, не верить нельзя. Издали видно, что мой всегда тихий и полутемный в эту пору дом, затерянный среди пустынных оливковых садов, покрывающих горные скаты над ГРАСом, ярко освещен сверху донизу. И сердце у меня сжимается какой-то грустью, какой-то перелом в моей жизни. Кандидатуру Бунина выставляли пять раз. Это был длинный путь в течение десяти лет. Бунину дали Нобелевскую премию за строгий художественный талант, с которым он продолжил русскую классическую линию в прозе. Вот такая формулировка. И буквально в тот же день, это был вечер 9 ноября, в тот же день начали приходить журналисты, телеграммы, поздравления, фотографии. И вот с этого вечера 9 ноября всё понеслось. Сложно даже описать, какой момент триумфа эта Нобелевская премия принесла не только Бунину, а всей русской эмиграции. Потому что русский изгнанник и Нобелевский лауреат не официальный Горький, который тоже, кстати, в том году вдвигался на Нобелевскую премию, а опальный на родине Бунин. И он первый русский писатель, получивший Нобелевскую премию. И он в этот момент главный писатель в мире. Журналисты преследуют его повсюду. Это ли не признание того, что русская эмиграция существует и много чего ещё может? И вот 3 декабря 33-го Бунины едут в Стокгольм. Иван Алексеевич не забывает взять с собой и свою музу Галину Кузнецову. Кстати, знаете, как он её представляет на всех приёмах? Приёмная дочь. Как коротко объяснить, почему Великий писатель в сопровождении двух женщин, одна из которых на 30 лет моложе. Нобелевская речь у Бунина довольно короткая, 4 минуты. Он благодарит страны, принявшие его, и говорит… «Впервые со времени учреждения Нобелевской премии вы присудили её изгнаннику. Ибо кто же я? Изгнанник, пользующийся гостеприимством Франции, по отношению к которой я тоже навсегда сохраню признательность». Что такое Нобелевская премия для любого лауреата, особенно для Бунина? Помимо, конечно, признания, которое всем нам важно, Бунину особенно важно, потому что он писатель, он человек тщеславный. Важна ведь Нобелевская премия ещё и своей материальной частью. Бунин получает 715 тысяч французских франков. По сегодняшним меркам это порядка миллиона долларов. Большие деньги. Для Бунинах, у которых, как вы уже слышали, временами денег вообще не было, это просто манна небесная. Наконец можно рассчитаться со старыми кредитами, отдать долги, поправить свои дела. С долгами более-менее Бунин расплачивается, но поправить дела надолго не удаётся. Потому что Бунин, конечно, очень сложный человек, эгоистичный, эгоцентричный, это всё понятно. Но он, безусловно, щедрый. Он совершенно точно не жадный человек. И получив лихие деньги, он считает необходимым поделиться с десятками, а может и сотнями друзей, приятелей, просителей, откровенно говоря, просто прохиндеев, которые, слышав, что такие деньги на Бунина свалились, осаждают его похлеще любых репортеров. Корреспонденту «Имигрантской газеты сегодня» Бунин говорит. «Как только я получил премию, мне пришлось раздать около 120 тысяч франков. Да я вообще с деньгами не умею обращаться. Теперь это особенно трудно. Знаете ли вы, сколько писем я получил с просьбами о вспомоществовании? За самый короткий срок пришло до двух тысяч таких писем». Там было около десяти имён, которым он лично уже по своему усмотрению помог. Вот Александру Ивановичу Куприну, который был очень больной уже тогда, человек совершенно нищий, который уже не мог почти работать, он ему перевёл пять тысяч франков. Для него это были несметные богатства просто. Но это был тоже всё-таки лучший друг. Это, конечно, Шмелёв, это Зайцев, это, кстати говоря, Марина Ивановна Цветаева. Вы её так выделяете, потому что у них не складывались... Ну, понимаете, в чём дело? Я почему её так выделяю из этого списка, причём, подчёркиваю, личного списка Бунина, потому что, честно говоря, он её терпеть не мог. Эту Цветаеву Бунину. Ну, он вообще не считал её поэтессой, и как человека не любил. Но главное, как поэтессу он не считал. Почему же она ей помогает деньгами? А потому что она находилась в эмиграции в очень тяжёлом положении. Как человек. Тоже Бунин был человеком, с большой буквы. И он ей помог. Она его поблагодарила через Веру Николаевну. На чествование его нобелевское она не пришла. Но деньги взяла? Ну, конечно. И вот по чуть-чуть раздавали вообще незнакомым людям. Совершенно. В общем, миллион долларов, в точности по правилу, что денег много не бывает, быстро растаял. И уже в мае 1936 года Бунин запишет в дневник, что он чудовищно провёл два года и разорился от этой страшной и гадкой жизни. И ещё один удар следует в этот период. Он расстаётся со своей музой. То есть муза его бросает. Галина Кузнецова уходит от Бунина к другой женщине. Кузнецова в итоге уезжает с сестрой философа Степуна. Да, Марга Степун. Фёдор Августович Степун – это его давний знакомый, друг, философ. У Степуна была сестра Марга Августовна Степун. Она была профессиональная певица. Дело в том, что когда Бунин получил Нобелевскую премию, он ездил в Стокгольм с Верой Николаевной и с Кузнецовой. Именно на этом обратном пути, когда они останавливаются у Степуна, а Кузнецова и знакомится с сестрой Степуна. В 1934-м Кузнецова уезжает с Маргой Степун в Германию, но вроде бы Галина Кузнецова оставила после себя большой архив, в котором, среди прочего, вся её переписка с Буниным и её письма к нему, которые он ей вернул после расставания, и его письма к ней. Сейчас и уже довольно долго архив находится у совершенно легендарного человека по имени Рене Гера. Он француз, посвятил огромную часть жизни изучению наследия русской эмиграции, был знаком со многими уже престарелыми русскими эмигрантами. В частности, он был знаком довольно близко с Мариной Влади, которая тоже потомица русских эмигрантов, и жена Владимира Высоцкого, он их здесь принимал во Франции. Вообще много с кем был знаком. И вот он в какой-то момент смог собрать огромный архив белой эмиграции. И там, среди прочего, есть и Бунинский архив. Я пришёл к ним, а я всё знал. И Марга на меня смотрела. Марга Степун. Степун. Степунша. Высокая такая оперная певица. И она главная. И я им понравился. И они меня принимали. Ну, Галина Кузнецова, она была не отмерзь его. И она в конце мне сказала, я хочу вам всё передать. Чтобы я сохранялся. Любовные письма Бунина, которые Бунин ей вернул. Я их начитал. Это очень скромно. Я поехал, у меня была бумага. И забрал. Какая бумага? И библиотеку, простите. Какая бумага у вас была? Что я наследник. Это она вам подписала? Да, она писала. И я всё забрал. А почему вы никому не показываете письма? А нет, понимаете... Во-первых, я занят. Не до этого. А до недавнего времени это было неактуально. А сейчас? А сейчас, по другим причинам, всё, что связано с Россией... Вообще надо сказать, что архив Ренегера и сам Ренегера – это такая важная часть мифологии для потомков русской эмиграции и для тех, кто занимается исследованием первой русской эмиграции, потому что про этот архив все знают, все про него говорят, но толком его целиком особо никто не видел. Я всегда говорю, что я Иван Калита французский. Вот, я человек скромный, всё. Ну, нужно показать, что я немножко знаю русские истории. И потом Иван Калита – собиратель земли русской, а я тоже собиратель. Я всегда подчёркиваю, что я не коллекционер. Это французское слово. Как вы знаете, в русском языке больше половины слов почти французский. Меня это раздражает. Я собиратель. Я собиратель земли русской. Была громкая история в середине девяностых, когда в Москве в Третьяковской галерее организовывали выставку «Они увезли с собой Россию». Туда Гера предоставил какую-то часть своей коллекции, в основном художественные работы. Портрет Набокова там, например, был, как Гера рассказывает. И дальше какая-то тёмная история произошла. Вроде как вся эта коллекция, которую Гера отправил в Москву, пропала на таможне. Транспортировкой вроде занимались московские представители и страховку осуществляла российская компания. Рене Гера говорит, что сейчас это всё в розыске Интерпола, а в Москве намекают, что и не было никакой кражи, а Гера это всё подстроил и сымитировал. Дело не в том, что оценено было два миллиона пропажа. Дело не в деньгах. Два миллиона евро. Евро, да. Но дело не в деньгах. Это предмет искусства, который мне близки. Понимаете? А страховка была выплачена? Ну, страховка была, и что? Дальше они пропали. Пропали. Всё. С Рене Гера, кстати, огромное интервью записал мой сосед по ютубу Николай Солодников в «Ещё не позднере». Посмотрите. И там много чего ещё Рене рассказывает. На самом деле нет ответа на главный вопрос. И там он тоже не звучит. Откуда у него деньги на то, чтобы собрать такую огромную коллекцию русского эмигрантского наследия? В общем, если вам кажется вдруг, что история русской эмиграции – это что-то такое академическое, пыльное и нудное, то нет. Это вообще такая довольно детективная местами история. Я не могу понять. Вот этот дом, эти картины. Их тут очень много. Вы говорите, у вас в Париже ещё два дома. Два раза больше. Да. Это уже всё огромные деньги. Я скажу вам, чтобы вы немножко поняли. Главное – знание. Понимаете? Я могу сказать, что я знаток. И я могу купить за копейки картины, которые стоят 100 тысяч, 50 тысяч. Главное – знать. Сейчас есть, которые знают. Но я там, повторяю, картины потом немного дарили. Здесь, я бы сказал, половина – это подарок. И они понимали, кому они дарят. Я никогда не продам ни одну картину. Я никогда не продам. Когда Франция уже была оккупирована немцами, Галина Кузнецова возвращается жить к Буниным в Бельведер. Причём не одна. Вместе с Марго Степун. Так они и живут какое-то время. Бунин, его жена, его бывшая муза и её спутница. Окончательно Кузнецова покинула Бельведер в 1942 году. Скажите, выглядит так, что Бунину, при всём его гении, очень сильно повезло с женой? Безусловно. Вера Николаевна, я её называю святой женщиной. Она была для Бунина, ну, всем. И женой, и матерью, и секретаршей, и машинисткой, и переговорщиком, и советником. И просто, ну, как вы понимаете, в конце жизни сиделкой и со всеми другими делами. Всем, чем можно, она была для Ивана Алексеевича. Недаром потом, однажды в эмиграции, поздравляя её с очередным днём рождения, он сказал, «Вера, без тебя я ничего не написал бы, пропал бы». Это его слова. Как вы помните, в конце 30-х Владимир Набоков пытается вырваться из Берлина из-за сгущающейся там нацистской тьмы. Конечно, Набоков хочет во Францию. Несмотря на то, что он здесь сотрудничает в журнале «Современные записки», печатается там. У него здесь, понятно, эмигрантам всех волн сложности с получением разрешения на работу. А работать Набокову приходится здесь преподавателям, потому что печататься-то он печатается, но гонорары, как вы помните, ничтожные для русских эмигрантов. Но Набоков отлично знает французский, и всё-таки ему удаётся всё организовать. И в 37-м году он переезжает во Францию. И первое время с 37-го в 39-й год они с женой живут здесь, на юге Франции, в Каннах, Ментони и Антиби. Здесь тяжело, конечно, с деньгами у русских эмигрантов, но знали, куда селиться. Не поспоришь. Потом они перебираются в Париж. Знакомые помогают Набокову найти однокомнатную студию в 16-м округе на Рюде-Сайгон, между площадью Этуаль и Булонским лесом. Как потом вспоминал Набоков, квартира состояла из единственной большой красивой комнаты, которая служила и гостиной, и спальней, и детской. Мы понимаем, что для человека, который вырос в собственном доме в Петербурге, квартира, состоящая из одной комнаты, – это нечто исключительное. Для нас, пожалуй, и нет. Правда? Вечерами, вспоминал Набоков, гостей приходилось принимать в кухне, чтобы не мешать спать будущему переводчику. Это Набоков так своего сына Дмитрия называет. Кстати, он оказался прав, потому что Дмитрий, когда вырастет, действительно кое-что из отцовских англоязычных вещей будет переводить. Несмотря на бытовые сложности, жить в Париже Набокову нравится. Он отлично влился в тусовку местного и уже не только русского креативного класса. Правда, с нобелевским лауреатом Буниным у Набокова сложно. Потому что Набоков был лишён того, что было дорого Бунину. Вот это вот такая особая лирическая зачарованность, особенность памяти. Вот Бунин и Набоков очень родственно близкие. Они физиологически близкие. Это люди, у которых есть абсолютно чудесный, невероятный дар – умение зрительное превратить в словесное. Поэтому у Набокова известная фраза. Главная задача писателя – превратить читателя в зрителя. Ты читаешь, а тебе видно. И Бунин такой. Но вот эта вот лёгкая разница чуть-чуть, чуть-чуть по-другому сказано, и уже не то. Но и обгонял его, как на беговых коньках Набоков. Быстрее на поворотах был. Моложе. Ну, конечно, старику не очень нравилось. Как я понимаю, здесь был очень большой элемент ревности. С чьей стороны? Я думаю, что больше со стороны Бунина. Потому что он был всё-таки принципиально старше. А Набоков был восходящей звездой. А Набоков был восходящей звездой. И, ну, с современной точки зрения, конечно, думаешь, господи, ну чего им делить? Вот. Один великий, другой великий. Но, тем не менее, когда кто-то на 20 лет или больше, моложе, и ты видишь успехи явные более молодого человека, коллеги по жанру, ну, это, конечно, оказывает мнение. Раздражает. Да, с другой стороны, ну, одна из величайших литературных, ну, можно сказать, несправедливостей мира, то, что Владимир Набоков так и не получил Нобелевскую премию. В отличие от Бунина. А Бунин так и получил. И поэтому, наверное, когда Бунин получил премию сам, ещё будучи в добром здравии, он это для себя отметил. Более снисходительно стал относиться, в том числе, и к Набокову. Люди переезжают всё больше во Францию, в Париф. И там кипит жизнь. Там выходят русские газеты, там выходит литературный журнал, там русские литераторы. Цветаева едет как бы в столицу вот этого эмигрантского русского мира. из, в общем-то, провинции, которой становится всё больше чехи. В феврале 1925-го у Цветаевой и Эфрона рождается долгожданный сын Георгий. В семье его будут ласково звать Мур. Спустя полгода семья переселяется из Праги в Париж. И практически сразу становится понятно, что Цветаевой, в отличие от многих других русских эмигрантов, в Париж совсем не заходит. Совсем не мил. И она пишет своей ближайшей пражской подруге Анне Тисковой о своей тоске по Праге. В Праге мне было лучшим между нами. Была обездоленная и благородная русская молодёжь. Добрая, весёлая и любящая. В Париже у меня друзей нет и не будет. Хотя сам Париж принимает Цветаеву хорошо. Здесь она устраивает успешные творческие вечера. В 28-м году в Париже выходит её последний прижизненный сборник стихов «После России». Но в 30-х у Цветаевой начинается сильная депрессия. У Эфрона одновременно обостряется туберкулёз. Цветаева вынуждена сама кормить всю семью, ухаживать за больным мужем. На этом фоне, абсолютно депрессивном, Эфронт постепенно становится открытым сторонником большевизма. Он ещё в Праге увлёкся идеями евразийства, течения, которое принимает и понимает большевиков. Сейчас есть такой термин «Путин-Ферштейры», а это «Ленин-Ферштейры» очевидно. Или «Сталин-Ферштейры». В Париже Эфронт вступает в ряды союза возвращения на родину. Этот союз, опекаемый советским посольством, был создан в 24-м, а в 37-м его переименовали в «Союз друзей советской Родины». Эфронт начинает работать в левом издании «Евразия» и уже в 32-м году подаёт прошение, чтобы получить советский паспорт. И, вероятно, именно в этот момент его вербуют советские спецслужбы. Мы можем сказать, что он был готов для вербовки полностью. Он был совершенно просоветским. Такой человек, конечно, идеален для спецслужб. Он-то будет служить не за деньги, он будет служить именно за идею, в лучшем смысле этого слова. Действительно не за страх, а за совесть. Прекрасный, прекрасный агент, видимо, он был. Конечно, большая часть подробностей пока от нас скрыта, но, видимо, он был хорошим агентом, работал хорошо. По одной из версий, Эфронт был замешан в убийстве Игнатия Рейса, беглого сотрудника ГПУ, который, убежав, написал письмо Сталину, в котором обвинил его в измене революционным принципам и узурпации власти. Само бегство из Советского Союза было уже преступлением, особенно для спецслужбиста. А наглое письмо вождю – это была совершенно непростительная вещь, и с рейсом решили расправиться. 4 сентября 1937 года тело рейса с огнестрельными ранениями находят недалеко от Лозанны в Швейцарии. И неподалеку от места убийства полиция находит автомобиль. Спустя ещё какое-то время выходит на женщину, которая взяла этот автомобиль в аренду. Женщина Рината Штайнер рассказывает, что она взяла машину для друзей, среди которых называет Эфроны. По её словам, он советский агент и следил за рейсами ещё когда тот был в Париже. Дальше швейцарская полиция обращается за помощью к французским коллегам. Но к этому времени Эфрон уже покинул Францию и вернулся в Советский Союз. Допросить его уже не смогли. Зато допросили Марину Цветаеву. Напоминает историю Скоблина и Плевицкой, да? В октябре 37-го примерно в 7 утра к Цветаеве являются четыре инспектора полиции. Проводят обыск, забирают все бумаги Эфрона. И затем саму Марину долго допрашивают в Сурте-националь, в службу безопасности. Но ничего нового она мужу сообщить не может. И, конечно, тут главный вопрос – знала ли она вообще, что её муж работает на советскую разведку. И современники Цветаевой, и её биографы тут во мнениях расходятся. Одни говорят, что она не могла не знать, чем занимается её муж, который нигде не служил, изредка печатал статьи, но вдруг каждый месяц стал приносить домой по несколько тысяч франков. Другие говорят, что Цветаева жила в Париже в депрессии, в бедности. Политикой не интересовалась и была нефтей. Как бы то ни было, французская полиция Цветаевой поверила и подозрения с неё сняли. Но её репутация в эмигрантской среде навсегда испорчена. Её, говоря понятным языком, шеймит и буллит. А в марте 1937 года в Советский Союз уезжает к тому же дочь Цветаевой и Эйфрона – Ариадна. Ей на тот момент 25 лет. Ей разрешили вернуться за заслуги отца. И из Советского Союза она начинает писать матери письма, полная восторга от советской действительности. По словам самой Цветаевой, эмиграция её просто выпихивала. Но в Москве ждали дочь и муж. И в июне 1939-го она тоже вернётся в Советский Союз. По воспоминаниям писательницы Зинаиды Шаховской, перед отъездом из Франции Цветаева говорит ей… «Знайте одно, что и там буду с преследуемыми, а не с преследователями, с жертвами, а не с палачами». Уже в августе 1939-го, всего через пару месяцев после возвращения Цветаевой, НКВД арестовывает её дочь Ариадну, осуждает по 58-й статье на 8 лет. На допросах Ариадна, как считается под пытками, даёт показания против своего отца Сергея Ефрона. Через полтора месяца забирает и его. Цветаева напишет несколько писем к новому главе НКВД Берии. Просит она за Ефрона, за Ариадную, но всё безрезультатно. Ефрон осуждён в 1941 году сразу по нескольким статьям. В своём последнем слове он говорит, что не был никогда шпионом, был честным агентом советской разведки и 16 октября 1941-го, когда уже немцы стоят под Москвой, Эфрон расстрелян. За два месяца до этого, в начале августа, Цветаева с сыном Муром едут в эвакуацию в волжский город Елабугу. Цветаева была в совершенной панике. Мур, в своём дневнике он писал очень жёстко о матери. Совсем струхнуло. 31 августа Цветаева покончила с собой, повесившись в доме людей, к которым их сыном подселили. Перед этим она написала три предсмертные записки. Мурлыга, прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але, если увидишь, что любила их до последней минуты, и объясни, что попала в тупик. Цветаева и Эфрон – лишь двое из многих тысяч русских, вернувшихся на родину из эмиграции. Позже их станут называть возвращенцами. Сколько точно их было? Законный вопрос. И есть некоторые цифры. За десять лет с 1921 по 1931 в Советскую Россию вернулось более 180 тысяч человек. Из них 120 тысяч почти сразу в 1921 году, когда большевики объявили амнистию. Многие из этих людей впоследствии были репрессированы. Среди возвращенцев был и писатель Александр Куприн. Решение вернуться Куприн принимает в начале тридцатых, когда со здоровьем у него уже совсем плохо. В 1936 на Парижском антифашистском писательском конгрессе Куприн встречается с Алексеем Толстым, который, как вы помните, вернулся в Советскую Россию ещё в 1923. Тогда Куприн его жёстко критиковал, как и многие. Теперь в 1936 Куприн относится к Толстому совершенно иначе. И вот через советского полпреда Куприн обращается напрямую к Сталину и наркому внутренних дел Николаю Ежову с просьбой разрешить ему вернуться в СССР. Сталин одобряет возвращение 29 мая 1937-го. Отличный момент для возвращения. Куприн садится на поезд, идущий в Москву. Его друг Бунин напишет… Он не уехал в Россию. Его туда увезли. Уже совсем больного, впавшего в младенчество. Я испытал только большую грусть при мысли, что уже никогда не увижу его больше. В Ленинграде Куприну выделяют квартиру в четыре комнаты с телефоном и даже предлагают ему компенсацию за национализированную гатчинскую дачу. Куприн отказывается, может быть, за него уже отказались, потому что не очень понятно, насколько он сам контролировал то, что он делает уже в тот момент. Под его подписью выходят публикации в советской прессе. Как теперь считается, и к этим публикациям он тоже, скорее всего, не имел отношения. И приставленные к нему лиц сотрудники их писали. Новых произведений он уже также не издаёт. Перепечатывается только уже написанное. Через год после возвращения в СССР, летом 1938-го, Куприн умирает. У него была онкология. В дневнике его жены Елизаветы отмечены последние слова писателя. «Мамочка, как же жизнь хороша! Ведь мы на родине, кругом русские. Как это хорошо!» Конечно, и Алексей Толстой, и Максим Горький уговаривают вернуться и Ивана Бунина. После того, как Бунин получил Нобелевскую премию, вне всякого сомнения, его возвращение в СССР для советских властей и лично для Сталина – важнейшая идеологическая задача. Когда Толстой проездом был в Париже в 1937 году, он якобы случайно оказался в одном кафе с Бунином и отправил Бунину записку через официанта. «Иван, я здесь. Хочешь меня видеть?» Бунин встал, одновременно они поднялись, встретились в центре кафе. И Толстой сказал, «Ты не представляешь, как я живу там? У меня там квартира, дача, машина, шофёр, гигантские тиражи». И не врал. «Возвращайся». Красный Толстой сказал Бунину, «Ни в коем случае не надо обратно. Чтобы делать ему честь». «Откуда такая информация?» «В письме Бунину, который оказался у Кузнецовой». «В архиве Кузнецова». «Не надо обратно». И Бунин решает остаться. Поражение Франции в 1940-ом он встречает на своей даче в Грассе. С мая по июнь 1940-го немецкие войска захватывают одну за другой страны Западной Европы. 10 мая – Люксембург, 14 мая – Нидерланды, до 28 мая пала Бельгия. Оттуда вермахт выходит на границы Франции. Одновременно восточнее второй удар немцы наносят через орденские леса, обходя считавшуюся неприступной оборонительную линию Можино. Сначала французские войска принимают решение сопротивляться. Один из главных ударов принимает на себя танковая дивизия генерала Шарля де Голля, будущего символа французского сопротивления и будущего президента республики. Но в результате французская армия теряет около 200 тысяч солдат ранеными, 90 тысяч убитыми, исход предрешён. Потому что французская военная мысль и французская военная машина не сильно ушли вперёд со времён Первой мировой, а в Германии за это время создана самая передовая в мире военная машина и разработана передовая стратегия Блицкрига. Немцы поняли, что окопная война – гибельна для них. И Блицкриг – это молниеносные растекающие удары, когда наземные войска действуют синхронно с авиацией, на острие ударов танки. И эти удары не только рассекают и позволяют захватить территорию противника, но прорвавшись в тылы, посеять панику и парализовать волю к сопротивлению. 10 июня французское правительство покидает столицу и, как будет объяснено потом, ради сохранения города объявляет Париж открытым, то есть отказывается его защищать. 22 июня 1940-го в Кампьенском лесу в 80 километрах от Парижа подписан акт капитуляции Франции. Это происходит в том же железнодорожном вагоне, где в 1918-м подписала акт о капитуляции Германии. Две трети территории Франции оккупированы Германией, а южная часть, здесь в Ницце, тоже переходит под контроль коллаборационистского правительства во главе с маршалом Анри Петтеном со штаб-квартирой в курортном городе Виши. В историю это правительство войдёт как вишиско и станет синонимом национального позора. Как для русской эмиграции здесь, в Ницце, как они встретили Вторую мировую и оккупацию Франции? Как они отнеслись к этому? Они просто притихлись, понимаете, это их не касалось. Они переживали, что вдруг были коммунисты, а теперь нацисты. Они параллельно, коммунисты и теперь нацисты. А что они могли делать? Их, правда, не трогали. Не трогали? Нет, не трогали. Моя мать мне говорила, что её отец, князь Оболенский, он и бывший офицером тоже, он считал, что немцы, почему это нас не касается, между немцами и французами, были другие, которые занимались сопротивлением. Вот, например, Хребтович Бутенев, старший сын, у него была большая роль в сопротивлении. Это Ру Либерте, улица Свободы в Ницце. Как вы знаете, свобода – это ключевое понятие одной из составляющих триединства французского национального самосознания вместе с равенством и братством. 18 июня 1940 года за несколько дней до падения Парижа и подписания капитуляции по радио из Лондона обращается к нации Шарль де Голь, который говорит, что независимо от того, как закончилась битва за Францию, судьба страны решится не в этой стране, потому что идёт мировая война. И говорит он, что пламя французского сопротивления не должно погаснуть. Он провозглашает начало того движения, которое войдёт в историю как движение сопротивления. Конечно, вы про него слышали, про это очень много снято и написано. Гораздо менее известно, что у истоков этого движения стояли в том числе русские эмигранты. Вот здесь, в Парижском музее человека, работают двое следователей-эмигрантов – поэт и этнограф Борис Вильде и антрополог Анатолий Левицкий. Они, когда услышали обращение де Голля, откликнулись. И вместе с французскими коллегами из этого музея, всего их там было в этой группе 18 человек, в 1940 году начинают издавать в подвальной музейной типографии листовки. Не издавать – печатать. Листовки с призывами продолжать борьбу. Сопротивляться. Требует эта листовка сопротивляться. Этот крик рвётся из наших сердец, из глубины отчаяния, в которое погрузил нас разгром Родины. Спустя год эта ячейка будет раскрыта гестапо. Борис Вильде и Левицкого в феврале 1942-го расстреляют. Среди русской интеллигенции было и ощущение, что Германия могла каким-то образом освободить Россию. Они не обязательно принимали нацистскую идеологию, но мысль о том, что Германия могла бы изменить расклад сил в России, и в частности покончить с большевистским правительством, как русские его всё ещё называли. То есть покончить с Советской Россией. Она прижилась среди иммигрантов. Не считая постоянных дрязг, ссор и выяснения отношений между собой, в истории русской иммиграции нужно выделить три главных раскола. Первый – в 1933 году, когда нацисты приходят к власти в Германии, и русские иммигранты, живущие там, принимают решение оставаться или уезжать. В 1939-м и в 1940-м, когда начинается Вторая мировая война, и когда оккупирована Франция, и снова русские иммигранты должны принимать решение. Ну и, конечно, главный раскол внутри иммиграции, такой духовный кризис происходит 22 июня 1941 года, когда Гитлер нападает на Советский Союз. И часть иммиграции воспринимает это, так же, как и в Советском Союзе люди восприняли, как нападение врага на родину. Другие видят в нацистах возможность победить большевиков и вернуться, наконец, в Россию. Бывший главнокомандующий добровольческой армии Антон Деникин встречает начало Великой Отечественной на юге Франции, в Вишизской Франции. Напомню, это коллаборационистская территория. Немецкое руководство несколько раз ему будет предлагать сотрудничество, но Деникин настроен категорически. Он пишет… «Мы испытали боль в дни поражения армии, хотя она зовется красной, а не российской, и радовались в дни ее побед. И теперь мы всей душой пожелаем ей победоносного завершения, которое обезопасит страну от наглых посягательств извне». Сотрудничество с нацистами вечно представимо и для нобелевского лауреата Ивана Бунина. Он проводит все годы оккупации. Здесь у себя на вилле Бельведер в Грассе на Лазурном берегу. И Бунин не то чтобы уходит в холодное затворничество, он даже укрывает у себя на вилле знакомых евреев. Нетрудно догадаться, что было бы с ним, если бы про это узнали власти. Во время войны он вообще там на волоске висел, помимо голода. Потому что когда он спасал в своем доме не только Бахраха, который жил, и которому сделали специальные документы с помощью буйной веры Николаны, но читали Берманов. Они жили в Днице, это пианист очень известный, Александр Борисович Либерман со своей супругой Стефани. Они жили в Днице, тоже русские мигранты. Он давал концерты, они были знакомы. И вот однажды к ним заходит, уже война шла, они собираются в дорогу. С чем дело? Говорит, нам подпольщики французские сообщили, этой ночью будет облава очередная. Облавы, вы знаете, какие там во Франции были, чудовищные совершенно, там люди, все, немцы приходили, брили всем головы, рвали документы и все. Люди исчезали. Дети, женщины, мужчины, все. Бунин сказал так, этим же вечером чемоданчики продолжайте собирать ко мне. Говорит, ну Иван Алексеевич, не надо, что вы, это опасно, рис какой. Я не уйду до тех пор, пока вы мне не дадите слова, что вы вечером приедете ко мне. Сохранились воспоминания, что Бунин у себя в бельведере повесил карту положения дел на фронте, флажками отмечал там движение армий и победу советских войск под Сталинградом встретил как личную победу. Позже, в 43-м году, во время Тегеранской конференции, где встречались Сталин, Рузвельт и Черчилль, Бунин даже такое напишет. Нет, вы подумайте, до чего дошло. Сталин летит в Персию, а я дрожу, чтобы с ним, не дай бог, чего в дороге не случилось. Писатель Илья Оренбург, мы помним, он советский корреспондент, успевает уехать из Парижа уже, когда туда входят немцы. Понятно, что если бы он задержался ещё хотя бы чуть-чуть, то точно был бы убит, не только как советский корреспондент, но и как еврей. Он возвращается в СССР, работает в газете «Красная звезда», когда начинается Великая Отечественная, много ездит по фронтам. В частности, пишет пронзительные по боли и искренности репортажи из-под Ржева. И тогда же, летом 1942 года, публикует, возможно, самую знаменитую свою статью военных времён «Убей немца». Цитаты из этой статьи потом разнесли по тысячам агитплакатов, которые должны были усиливать ненависть к врагу. Ещё Оренбург будет членом еврейского антифашистского комитета, в задачу которого входила работа с общественным мнением в западных американских еврейских кругах. Но потом, после войны, в 1948 году, когда уже началась война холодная, в СССР вновь усилились репрессии, антифашистский комитет был распущен как центр антисоветской пропаганды. Оренбург явно был на грани ареста. Но всё для него закончилось благополучно. Он пережил Сталина, увидел хрущёвские реформы, и именно по названию его романа они впоследствии войдут в историю как оттепель. Мы в Берлине с 1941 года уже были в Берлине. Но только до 1943. В 1943 мы возвращаемся в Ригу. Потому что Берлин был под бомбёжкой и такой страшной. Я помню последнюю большую бомбёжку. Мы жили в центре Берлина, на Ашафнболга-страссе. Вся улица, начиная с нашего дома, горела. Это был огромный костёр. Наш дом был первый, который уцелял от этой бомбёжки. Я помню моего отца, как он пошёл по этой дороге и везде только море огня, больше ничего. И папе удалось устроить так, что мы могли вернуться в Ригу. Балтийских немцев не выпускали обратно. Они не хотели, так сказать, нацистский режим. Чтобы мы возвращались. Ему удалось. И благодаря этому, что мы вернулись в 1943, когда уже видно было, что немцы не выиграют этой войны. Но он нас спас. Потому что, когда мы вернулись, от нашего дома остались ружки до ножки. В Берлине? Да. И только вот этот Бейхштайн висел на стенке. Бабушка моя была певицей, и у неё был Бейхштайн. Почему он висел на стенке? Осталось... Был разрушен совершенно дом. И осталась одна стенка висела. И там висел инструмент огромный, рояль. На стенке? На стенке. Владимир Набоков встретит 1941-й уже в США. И у него, кстати, есть и личные мотивы ненавидеть нацистский режим. Потому что в 1941-м же его брат Сергей был арестован в Берлине сотрудниками гестапо по подозрению в гомосексуальных контактах. Тогда это уголовное преступление в нацистской Германии. После пяти месяцев заключения за отсутствием доказательств он был отпущен на свободу, но в 1943-м вновь арестован и 15 декабря отправлен в концлагерь в Ноенгабе. Его арестовали в декабре 1943 года, за что мы до сих пор не знаем. По слухам, которым нет подтверждения, но тем не менее по слухам, он сказал примерно, что Германия вообще не может сравниться с Великобританией в военном плане. Ну, естественно, это уже была ситуация, когда… Ну, разгар войны уже, да? Да, разгар войны Британия была жестким противником германского рейха. 10 января 1945 года Сергей Набоков умер в концлагере Ноенгамма. Он умер, его не убили. Расчёт самого Набокова, что от нацистов надо бежать как можно дальше, оказывается абсолютно верным. Он проведёт долгие годы в Америке и вернётся в Европу только в 1960-м уже совсем иным человеком, после триумфального успеха Романа Лолита, который, среди прочего, обеспечит ему и безбедную старость. Он поселится в Швейцарии на берегу Женевского озера в отеле Монтрё Палас и проживёт там до конца своих дней. Парижский губернатор, помните, так прозвали Василия Маклакова, который помогал русским эмигрантам, был последним послом Российской империи. Так вот он в 1941-м остаётся в Париже, ему уже за 70, и он принимает решение никуда из Европы, из Франции не уезжать. Однако то, что он решил остаться на оккупированной немцами территории, вовсе не означает, что он примирился с нацистами. Маклаков и его ближайшие соратники придерживаются концепции, которую можно назвать «тихим сопротивлением». Например, в 1942-м году в среде русской эмиграции распространяются тезисы Маклакова. Они говорят о том, что нельзя смиряться с господством нацистов, нельзя спорить с тем, что большевики сражаются за Родину, и надо поддерживать их в этой борьбе. Также признаётся ошибочность того, что белогвардейцы ранее считали, будто бы патриотизм – это не про большевиков. Наоборот, Маклаков говорит, что теперь именно большевики защищают Родину. Конечно, нельзя сказать, что все русские эмигранты были поголовно против нацистов. Была и другая сторона, было достаточно русских коллаборационистов. Они, например, группировались вокруг газеты «Парижский вестник». Эту газету взамен закрытым независимым изданием, в том числе русскоязычным, учредило Управление по делам русских эмигрантов во Франции, которое создали нацисты. Было у них такое управление. Одним из самых заметных авторов этой газеты становится Иван Шмелёв. Очень известная фамилия – человек, уехавший в эмиграцию в 1922 году, переживший красный террор, переживший смерть сына, офицера Белой армии, которого большевики расстреляли. Признаться честно, у него были все мотивы большевиков ненавидеть. Из Крыма, кстати, Шмелёву помог выбраться никто иной, как Иван Бунин. И вот, прибыв в Париж, Шмелёв стал публиковать свои произведения здесь, обрёл здесь довольно широкую известность. Наступление немецких войск под Москвой Шмелёв сравнивал с вступлением преподобного Сергия Радонежского в свою вотчину. Он поддерживал решение части русских эмигрантов воевать против СССР в составе армии Власова. Воспринимал эту войну как вторую гражданскую. И был не один, потому что в Парижском Вестнике публиковались и многие другие. Александр Бенуа, например, знаменитый историк, искусство, художник. Отметился там и Серж Лефарь, знаменитый танцовщик и режиссёр. Писал для Вестника и казачий атаман Пётр Краснов. На этом человеке я хочу отдельно остановиться. Краснов – знаменитый донской атаман. Именно он возглавил казачье формирование на Дону и смог в 1918-м захватить Новочеркасск, где объявил о создании целой независимой казачьей республики. Этим и вошёл в историю. Он был в очень плохих отношениях с главнокомандующим добровольческой армии Антоном Деникиным, который не хотел никаких независимых республик. Хотел он только единую неделимую Российскую империю. И в этом, конечно, заключена одна из важных причин поражения Белого движения, но это другая история. Так вот, Краснов уже тогда, в 1918 году, он активно сотрудничал с немцами, которые, как мы помним, тогда принимали участие в том числе и в гражданской войне в России. Император Вильгельм II поставлял тогда Краснову вооружение в обмен на продовольствие, которое с юга России шло в Германию. Капитуляция немецкая тогда поставила Краснова в сложное положение. Ему пришлось договариваться с Деникиным, который в 1919 году добился его отставки. И атаман уехал тогда в эмиграцию. Жил Краснов в том числе и в Париже, но в 1936 году он окончательно перебрался в Германию. У него было немецкое гражданство. Никакого дискомфорта от нацистского режима он не испытывал. Более того, Гитлер ему нравился в романе «Лож», а Краснов был ещё и довольно известным в своё время писателем. Вот в романе «Лож», который он издал в 1939-м, он прямо сказал о том, что Гитлер ему нравится евреев, он на дух не переносил и видел в них угрозы европейской цивилизации. А в день нападения Германии на Советский Союз Краснов вообще опубликовал воззвание, в котором прославил немецкое оружие лично фюрера. Здесь важно объяснить одну вещь, которую Краснов, очевидно, не понимал, другие русские эмигранты, надеявшиеся, что Гитлер поможет им вернуться в Россию. Это было всё-таки распространённым мнением. На это же, кстати, рассчитывал и генерал Власов, перешедший на сторону Гитлера, как мы знаем, в 1942 году. Так вот, в планы Гитлера не входило в создание на месте СССР никакого русского национального государства. Потому что Гитлер руководствовался своей идеологией. Согласно этой идеологии, славяне все были недочеловеки, их нужно было частично ликвидировать, частично превратить в бесплатную рабочую силу для Великой Германии. И все, кто надеялся и рассчитывал, что Гитлер поддержит русские антибольшевистские силы, они просто не понимали сути гитлеризма. И неслучайно никаких крупных русских формирований на Восточном фронте не появлялась до 1944 года, когда уже участь в Германии была всем очевидна. Именно тогда немцы все-таки прибегли к услугам Краснова. Они поставили его во главе казачьих войск при управлении восточных территорий, но серьезного участия в боях они фактически не принимали. И, разумеется, не могли никакого влияния на исход войны оказать. Согласно Ялтинским соглашениям между США, Великобританией и СССР, в 1945 году Краснова и еще примерно 2000 казачьих офицеров и казаков британцы передают в руки советской администрации. Их всех этапируют в Москву. Краснова судят в 1947 году и казнят через повешение. Гитлер не хотел никаких русских освободителей России, потому что все равно это русские националисты, которые потом повернут против нас. Но у него, как мы знаем, другие планы были. Да, другие планы. И наиболее ярко это проявилось в Югославии, где был создан русский охранный корпус для борьбы с югославскими партизанами. Потом он был переименован просто в русский корпус. И он участвовал в борьбе как с югославскими партизанами, так и впоследствии немножко участвовал в борьбе против Красной армии. Русская миграция в Югославии в основном была правой. Была, в общем-то, настроена антисоветски категорически, антикоммунитически. Небольшое количество русских имело просоветский или левый взгляд. Это было буквально несколько процентов. И в таких условиях начинается формирование русского защитного корпуса, как такой вот маниловской идеей, что вот сейчас мы-то и вернёмся. Вот он, момент весеннего похода. Только это была уже не весна, а осень. И это был уже конец. Речь шла о формировании, которое имело несколько тысяч человек. Отзыв, конечно, среди иммигрантов всё-таки около двух с половиной, можно сказать, тысяч человек 1941-1942 год именно из иммигрантов с территории королевства Югославии туда вступило. Это было много, но это было недостаточно. Немцы стали добавлять туда русских из других балканских государств, и фактически он был русским защитным корпусом в Сербии. А это редкая фотография. Дело в том, что фотографировать военные объекты было нельзя. Соответственно, фотографировать штаб-квартиру русского корпуса было ни в коем случае нельзя в годы войны. После того, как Белград был освобождён, табличку сразу же убрали. Но в короткий момент между тем, как представители русского корпуса уже ушли, а саму табличку ещё не сняли, была сделана эта фотография. Когда начало такое быстрое наступление, и немцы очень любили хвастаться тем, как они поступают, и здесь перед каждым фильмом в кино, и тогда очень все любили ходить в кино несколько раз в неделю, так что они эти журналы смотрели, как фронт продвигается, как горят деревни, и для них это были знакомые места. Так что сотрудничества с немцами, я думаю, не было так много. Не было? Нет. Тут было несколько организаций, которые хотели сотрудничать с вермахтом, потому что, как говорили некоторые эмигранты, хоть с дьяволом, но лишь против Сталина. Отец отказался. Когда в 45-м в феврале бомбардировали Прагу, тогда приехал мой чешский дедушка и забрал меня, мою тетю и ее сына, забрал и увез ее там, где жила моя бабушка чешская. И там они были. А маму не взяли, потому что она была беременной, папа сидел в тюрьме. А его в 44-м году арестовало гестапо? Да. А за что? За то, что помогал тем, которые мне смелось помогать. Это кому? Это были евреи. Он помогал евреям? Знаете, у него было много этих пациентов-евреев. В 45-м году мне было не полных три года. Но и тут через Прагу бежало очень много тоже русских эмигрантов, которые жили на Балкане, куда уже приходила Красная Армия. Все говорят, нужно спасать. Всех сажают или стреляют на месте, или увозят в ГУЛАГ. Старые друзья, они наконец-то встретились. Теперь сражались вместе красноармейцы и югославские партизаны. Осенью 44-го Красная Армия и местные партизаны освобождают Югославию от нацистов. На освобожденных территориях устраиваются чистки. Советская контрразведка СМЕРШ, расшифровывается «смерть шпионом», нацелена в том числе на неблагонадежных элементов, к которым, разумеется, относятся и белые эмигранты. Действительно, органы СМЕРШ, они же арестовывали русских эмигрантов. Конечно, отток был. Эмигранты ушли те, которые активно сотрудничали с немцами. Ушли те, которые никоим образом не могли себя представить под большевиками. Но часть эмиграции осталась. Она осталась, она продолжала здесь существовать. В начале мая 45-го Красная Армия входит и в Прагу. Мы жили на окраине города, на северном окраине, то есть на той окраине, где поступала Красная Армия. Были березовые рощи, а в этих березовых рощах остановилась часть, где были тоже казаки. Так что казаки – советские солдаты. Так что отец там был ежедневно у них. И я думаю, там возобновилась как-то, может быть, эта тяга к России. Они пели песни, разговаривали. Это было в начале. Потом начали ходить. Но энкорридисты. И начали запрещать говорить советским солдатам с русскими по-русски. Потому что предполагали, что все, кто здесь говорит по-русски – это эмигранты белые. Тут начали аресты в Праге 12 мая, а там на несколько дней позднее в этих регионах. Это как раз мое первое воспоминание из детства, очень живое, которое врезалось действительно в память. Папа, почему ты в клетке? Ты же не тигр. Почему у тебя слюни из глаз текут? Потому что арестовывали чешская полиция по спискам. Отца посадили в тюрьме в районном городе Гумполец, потому что его уважали как врача, так нам дали возможность еще с ним попрощаться. Ну и потом его передавали в СМЕРШ. Но отец верил, что уже никогда нас не увидит. Ну а спасла его книга стихов, потому что должен был, генерал Ковылин должен был подписать то, что отца или повесят, или расстреляют. Потом он отцу рассказывал, я эту книгу вечером стал читать и читал всю ночь. У меня от этих стихов просто скорлупа в вздуши облупилась. Оказывается, он был терзкий казак, семью уничтожил во время расказачивания. Его как мальчика перевоспитывали в детском доме, потому что были хорошие гены, он сделал громадную карьеру в СМЕРШе. Ну а когда вот прочитал эти вот эмотивные стихотворения о казаках, о семьях казачьих, о этих традициях, он все это вспомнил. Говорит, даже человека же нельзя убить. Ничего себе. Это как из плохого романа. Ну и, значит, сам лично снял допрос и дал бумажку, что его выпускают так, как он ни в чем не виноват. Помните этот профессорский дом в Праге? Мы про него рассказывали в прошлой серии. Здесь жили русские профессора, и поскольку большинство профессоров были преклонного возраста, то в обиходе этот дом шутя называли братской могилой. Но в 1945 году у этого прозвища возникает второй зловещий смысл, потому что часть обитателей этого дома закончат свою жизнь вовсе не здесь, а в ГУЛАГе. Среди прочих жителей профессорского дома здесь, в Праге, арестован сын священника Михаила Васнецова, сына художника. Помните, я рассказывал про Михаила Васнецова, что он здесь стал одним из настоятелей приходской церкви, которая здесь, в подвале этого русского профессорского дома, разместилась в 1945 году, когда уже коммунистические власти закрыли православный храм в центре Праги. Сыну Васнецова посчастливилось выжить в ГУЛАГе. А здесь уже в 90-е на фасаде установили две мемориальных доски, одну на чешском, другую на русском, в память, как написано, жителей этих домов, потому что речь не идёт о жителях только этого дома, это по всей Праге, по всей Чехословакии происходило, которые были репрессированы с приходом советской власти. И знаете, я, глядя на этот дом, подумал, что он ведь и годами своего строительства, и архитектурно, и даже цветом напоминает печально известный московский дом на набережной, где тоже огромное количество жильцов было репрессировано. А вдруг оказалось, что у всех, которых собирали, были адреса, и они прямо ходили. К двери звонили, нам нужна помощь, нам нужен переводчик. Те открывали двери и забирали? Да, и забирали. Но они не забирали, так вы должны. Вы сможете помочь, вы сможете переводить, только на минутку, только на два часа. И больше не возвращались? Больше не возвращались. Однако после окончания войны в 1946-м Сталин меняет план. Оставшимся белым иммигрантам предлагают вернуться на родину и получить прощение от советской власти. В июне 1946-го выходит указ Верховного Совета СССР, предлагающий русским иммигрантам взять советское гражданство. По этому указу подданные бывшие империи и их дети, подавшие документы до 1 ноября 1946-го, могут получить это гражданство. И мы понимаем, что им хотят сказать. Им говорят – вы будете прощены. Около двух тысяч иммигрантов, живущих во Франции, принимают это предложение и возвращаются в СССР. И это момент максимального сближения русской иммиграции и советских властей, потому что в тот момент Василий Маклаков во главе небольшой делегации наносит визит в советское посольство на ру Гренель, там, где в свое время сам Маклаков располагался. Происходит формальный прием, произносятся речи, провозглашаются тосты за советский народ, за Красную Армию, за Сталина. И Маклаков де-факто на этом приеме признает, что иммиграция проиграла. Советской власти призывает в своих речах к примирению, прекращению противостояния. Но советский посол во Франции Александр Богомолов в ответном выступлении дает понять – мы принимаем только капитуляцию. Кстати, самые жесткие оценки, самая жесткая критика попыток примириться с Кремлем звучит предсказуемо из той части русской эмиграции, которая не планирует возвращения и которая находится, как сейчас говорят, в безопасности. Вот Владимир Набоков, он, как мы помним, уже в США, под впечатлением от новостей о визите Маклаково в советское посольство здесь на ру Гренель, напишет. «В историческом смысле это явление очаровательное. В человеческом же отношении оно позывает на работу. Я могу понять отказ от принципов в одном исключительном случае. Если бы мне сказали, что самых мне близких людей замучат или пощадят в зависимости от моего ответа. Был ли Маклаков поставлен в такое положение? По-видимому, нет». Маклаков, надо сказать, и сам скоро прекратит попытки наладить диалог с коммунистами, поймет, что это бесполезно. И, как подтверждение его слов, в его бюро по делам русских беженцев все больше и больше представителей новой волны иммиграции из России, советских граждан, оказавшихся во время войны за границей, в их числе много военнопленных, много тех, кого немцы угнали в Германию, но кто не желает больше возвращаться в СССР. Моё бюро не знает отбою от советских людей, которые умоляют их перевести в беженцы. Словом, в то время как значительная часть иммиграции стремится туда, тамошние оттуда бегут. Сталин, в общем-то, очень хитро придумал, это была чистая пропаганда, стал приглашать людей возвращаться. Все понимают, что мой дед уже тогда понимал, что это ловушка. Но многие поверили этим обещаниям на нормальные жизни, в стройке новой жизни, в новой России. Тогда были договоры между теми, которые остались, те, которые вернулись, насчёт… Мы будем вам отправлять открытку с кодами. Если мы сидим, можете приезжать. Если мы лежим, это обозначает, что наше положение не совсем свободное, и тогда оставайтесь во Франции. Но это не долгодливость, а то очень скоро все поняли, что действительно, когда Сталин вызывал, это было какое-то ловкое действие, но никого истины не было. После начала Второй мировой отношение Бунина к возвращению в Россию меняется. Он присылает Алексею Толстому открытку со словами «Хочу домой». Толстой передаёт её Сталину. А что Сталин? Вы сейчас поймёте, когда я скажу, в какую дату пришло это письмо в Кремлёвскую канцелярию. Оно, кажется, пришло 20 июня 1941 года. Тогда было уже через два дня не до того, но, думаю, его под сукну не положили. После войны к Бунину, рядом с Буниным, случайно, на каком-то вечере оказался советский офицер в погонах подполковника, и сказал, что какая честь сидеть рядом с фаулятором Наглёвской, при этом писателем, какая честь сидеть рядом с офицером Победоносной Красной Армии. Подполковник Владимир Константин Симонов. Симонова уже при встрече очередной сказал, ну, это мы знаем по воспоминанию Симонов, но, думаю, это в стиле Бунина. «Я убираю шпагу в ножны». Известные слова, да. Теперь. Потому что Бунин, ну, очень с большим воодушевлением встретил победу русского оружия, русского солдата в этой чудовищной войне. Хочу подчеркнуть, что Бунин, в принципе, был против любого насилия. Всегда. Вы знаете, Бунин очень хотел вернуться. Почему не вернуться? Очень хотел вернуться, потому что это Родина, это Россия. Но он прекрасно понимал, что это не та страна, которую он покинул. Не только, что тут уже друзей нет, многие умерли, но он прекрасно понимал и обстановку. Все равно он понимал. Все равно они тогда даже больше знали, чем люди здесь в то время. Они больше знали. Есть версия же, что как раз вышло это печально известное постановление о звезде Ленинграде. Оно позже вышло, когда уже Симонов уехал. Оно чуть позже вышло это. И это, конечно, уже поставило окончательный крест даже на его сомнениях. Бунин так никогда на Родину и не вернётся. В 1953-м он умирает в Париже в возрасте 83-х лет и похоронен на самом знаменитом здешнем русском кладбище. Подлинным центром эмиграции становилось кладбище. Это фрагмент фильма «Перед судом истории», о котором я вам рассказывал в предыдущей серии, а это кладбище, о котором говорит Василий Шульгин. Даже если вы никогда не были во Франции, уверен, что вы слышали про Сен-Женевьев-де-Буа. Это главное кладбище первой волны русской эмиграции, и главный символ этой волны, который потом многократно был растиражирован в огромном количестве фильмов, документалок, репортажей везде, где заходила когда-либо речь про русскую эмиграцию. Мы показывали Сен-Женевьев-де-Буа, показывали медленно, неспешно, как правило, под грустную музыку эти захоронения. Их здесь около пяти тысяч. И в подавляющем большинстве этих фильмов и репортаже звучала фраза «Россия, которую мы потеряли». Я хорошо помню, поделюсь личными воспоминаниями, когда это всё так массово началось. В конце 80-х, после перестройки, в разгар гласности, когда резко поменялось отношение в массовом сознании в России к той белой эмиграции. И буквально за считанные годы, может быть даже за пару лет, люди, которые до этого были к концу советской власти уже не врагами, но идеологическими противниками, говорить о которых было не то чтобы не принято, но о которых говорили как о проигравших, вдруг ими неожиданно стали интересоваться, восхищаться, умиляться. Стала очень популярной песня «Поручик Голицын». Тогда же появилась у того же исполнителя песни «Русское кладбище» Сан-Женевьев де Буа. Тогда же появилась эта фраза «Россия, которую мы потеряли». И тогда же возник в массовом сознании этот образ русской эмиграции и образ этого кладбища как чуть ли не такой кремлёвской стены с обратным знаком, где лежат истинные патриоты России в сравнении с теми патриотами, которые были на красной стороне. Это не хорошо, не плохо. Я не даю оценочных суждений. Это просто к разговору о том, как переменчиво и стремительно переменчиво бывает массовое сознание и как быстро в нём могут поменяться знаки с плюса на минус и обратно. И в этом смысле, конечно, с этим кладбищем как образом история русской эмиграции сделала полный круг. И как оказалось совсем недавно, в прошлом году, не последний. Потому что в 2022-м местный муниципалитет отказался принять у Российской Федерации оплату за аренду захоронений, потому что санкции. Таким образом получилось, что захоронения на Сен-Женевье в Дубуа тоже попали под санкции. Как вы стали главой комитета по поддержанию захоронений на Сен-Женевье Дубуа? Меня позвали тут 10 лет назад, чтобы заниматься хором. Я не очень далеко отсюда живу. Имел хорошую дружескую связь с Татьяной Николаевной Шомшевой, которая тогда была и старостой церкви, и председательницей комитета. И она меня спросила интересоваться этими вещами. Скажите, какая сейчас ситуация с оплатой аренды? Никакой. Потому что, вы знаете, наше кладбище, благодаря действию нашей Татьяны Николаевны, она под протекцией Министерства культуры. Это место под протекцией Министерства культуры, и что трогать её нельзя. Например, снять православный крест из могилы и поставить что-то другое – это невозможно. То есть сейчас тем захоронением, за которое Россия не смогла перечислить деньги, ничего не грозит? Ничего не грозит. Пока ничего не грозит. Через четыре года, пять лет может быть, но если только мы говорим о 100 тысяч евро, я думаю, если мы теперь это не даст разрешение, и мне или кому-то другому, мы найдём это средство. Но мы не спешим. Ваш отец скучал по России или уже нет? Скучал. Он скучал, но ему повезло, потому что он скучал по Крыму. А то место, где он обосновался, чем-то напоминал Крым. Поэтому как-то в ностальгии пытался не страдать. И никогда не… То есть пытался нам, детям, не переливать искусственной ностальгии тому, что мы этого всего не знали. Скажите, а ваш отец надеялся вернуться в Россию? Нет. Почему? Потому что сказал, что уже одна эмиграция страшная из родной. А если ещё снова эмигрировать, это уже ужасно. А он там пишет, у меня есть любящая жена, я её очень люблю, у меня есть двое прекрасных детей, и я уже никогда никуда не буду а совсем не возвращаться домой. Меня там никто не ждёт. У меня там никого уже нету. А ваши дети говорят по-русски и внуки? Мои дети… Вы затрагиваете очень важный вопрос. Я не хочу на это ответить, но я всё-таки отвечу, потому что я должен быть честный. «Они не говорят по-русски». И это я не могу им простить. Потому что они… Мой сын Шереметьев не говорит по-русски. Я его с собой и ему сказал, «Я тебя не возьму в Россию, пока ты не будешь говорить по-русски». Он обиделся. Пускай обижается, а мне всё равно. Он не будет со мной в России, пока он не будет говорить. А вы же дома с ним говорили по-русски? То есть он должен знать этот язык? Да нет. Я не говорил с ним по-русски. Во-первых, потому что моя первая жена не была достойной женщины, и мы разошлись. А детям, когда я ушёл из этого круга, им было 4-5 лет. Поэтому отец играет какую-то роль, но он не может обучать своих детей на русском языке. Это ясно. То есть русский язык, образование, веру. И это у меня не вышло. Это большая беда для меня. Но так велел Господь Бог. Ну вот, друзья, как обычно, все выводы у нас на канале вы делаете сами. Конечно, вопрос, который лежит на поверхности, и вопрос этот мы всё время задавали друг другу, пока это снимали, насколько похоже то, что пережили первые иммигранты первой волны, и то, что переживали последующие волны русских иммигрантов, включая нынешнюю волну. Мне в итоге кажется, что отличий всё-таки больше, чем общего, потому что нельзя недооценивать, как технологический прогресс поменял жизнь. Возможность физически уехать, а ментально остаться, возможность онлайн продолжать общаться с родственниками, друзьями, соседями, единомышленниками и в телефоне продолжать жить на родине – это абсолютно новая вещь, и это невозможно было даже представить во времена первой миграции, когда всё было намного-намного жёстче. В любом случае, мой личный вывод, что любая иммиграция – это конечная история, потому что либо люди потом возвращаются на родину, и тогда это уже история не иммиграции, а людей, которые побывали в изгнании, либо это история неизбежной ассимиляции. Первое поколение ментально ещё живёт в стране, из которой оно выехало, второе и отчасти третье поколение разрывается между страной родителей и страной, в которой они родились, и все следующие поколения уже с трудом говорят на языке дедов, если им вообще интересно что-то про эту старину. И это ровно то, что произошло с первой волной эмиграции. Потому что у этих людей так и не случилось возможности всеобщего массового возвращения. Большевики действительно пали, но дождаться этого в сколько-нибудь активном возрасте было совершенно нереально. и тут, друзья, надо задать себе ещё один важный вопрос. Не что случилось с эмигрантами без Родины, об этом мы подробно сегодня поговорили, а что случилось с Родиной без эмигрантов. Что тут ясно в этом во всём? Что это другая Россия? Не такая Россия, которая сложилась на той территории, где была некогда Российская империя. Мы не знаем, что бы стало с Россией, если бы вот эти люди остались в России и служили бы своим Отечеству, но мы знаем, что с ней стало без них. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова